Всем добрый вечер. Мы приветствуем вас на платформе Digital Leader. Это нетворкинг-платформа, которая позволяет обмениваться лучшими практиками и опытом самых передовых компаний в теме digital, в теме лидерства, в технологиях и то, как они применяются в бизнесе. Ну, в общем, мы приветствуем всех участников этого мероприятия. Участники продолжают подключаться активными темпами сейчас. Все спикеры уже подключились. Буквально через несколько минут мы попросим их выйти в эфир, включить свои камеры и поприветствовать участников. Пока несколько слов про то, как будет проходить это мероприятие и что мы сегодня заготовили. Ну, несколько слов хотелось бы сказать про платформу, саму платформу Digital Leader. Это некое объединение компаний, которым не безразлично то, как развивается рынок технологий. Не только потому, что их какие-то финансовые показатели от этого зависят, а потому что это в целом экосистема, которая сильно влияет на бизнес. И технологии – это и инструмент, и некий фактор внешнего мира, который является сейчас ключевым для роста, развития или, наоборот, неразвития большинства компаний. Какие мы цели ставим перед собой в платформе? Это в первую очередь собрать самых ключевых людей в один круг и дать возможность в какую-то площадку для коммуникаций. Это не первый раз, когда мы делаем подобные мероприятия. Мы начали еще в офлайне, как и многие происходили метапы в таких камерных библиотеках или таких атмосферных залах, где собирались да люди и, в общем, простым языком, условно говоря, на «ты» объясняли, в чем реальная ценность, которую они узнали и как ее можно использовать в других компаниях. Соответственно, текущее… Буквально недавно у нас прошел метап по иммерсивным технологиям. Это был первый метап, который прошел полностью в онлайне. Все спикеры были в онлайне, вся подготовка шла в онлайне. Хотя, конечно, изначально планировалось это сделать в пентхаусе на Белорусской. Но, тем не менее, конечно, все уже заметили, какие ограничения или, наоборот, возможности контекст происходящего в 2020-м наложил на бизнес и наши способы коммуникации. Поэтому мы сделали внеочередной метап, который изначально не планировали, но, естественно, быстро собрали очень классный подбор, подборку спикеров из разных областей. И тема этого метапа – это мир после пандемии, как изменятся офисы, спортивные объекты и общественные пространства после того, как пройдет пик. И действительно, сейчас собрался удивительный просто набор людей из бизнеса, из спорта, из некоммерческих компаний, из объединений, которые занимаются образованием и развитием. И эти люди с разных сторон, в общем, сегодня расскажут про то, что будет происходить. Пока некоторые правила. Ну, во-первых, к нам подключаются участники, причем стремительными темпами. Большая просьба. Всем участникам подключить, писать свои какие-то вопросы, свои мнения прямо в чат все время, но начать в первую очередь с того, с какого-то представления. Написать, кто вы, как вас зовут, какую компанию вы представляете или какой интерес. Ну, и, может быть, несколько слов про то, что вам интересно было бы узнать в рамках этой встречи. Это такой, как бы, этикет подключения к современным конференциям. Это будет приятно. Плюс у большинства написано только имя, либо непонятно, как оно написано. Это позволит лучше коммуницировать с вами во время вопросов и последующих обсуждений. Во-вторых, немножечко про интерактивы, которые мы собираемся задействовать. У нас есть хорошая практика. Буквально каждый раз, когда мы делаем что-то, мы разыгрываем какие-то истории. В этот раз мы подготовили для вас несколько сувениров, которыми мы поделимся с участниками некого конкурса. Что это за сувениры? В первую очередь, это шоппер. Шоппер – это такое модное словечко, которое отражает сумку, с которой можно ходить в магазин. Но в нем есть некая фишка. Этот шоппер сделан из переработанных маркетинговых материалов, то есть из листовок, пресс-волов и так далее. Очень крутая штука. И интересно, что у нас был розыгрыш этой истории после первого нашего митапа. Его доставили в разные уголки нашей страны и даже не нашей страны. Поэтому это первый приз. Второй приз – это некая толстовка, на которой вы можете видеть на мне. Она называется Digital Leader, она отражает бренд этого некоммерческого объединения. Соответственно, ее тоже можно получить, поучаствовав в конкурсе. В чем смысл конкурса? Он очень простой, но мы его немножко усложняем. Если вначале мы просили просто подписаться на наш телеграм-канал и группу в Фейсбуке, то сейчас мы сделаем некий пост по итогам этого мероприятия. Этот пост обычно уходит у нас на весеру, как некие итоги встречи, и публикуется на Фейсбуке. Тот, кто сделает репост этой публикации и напишет какой-то небольшой комментарий, что именно вам понравилось или что запомнилось, или почему это мероприятие вы считаете важным, то среди этих людей мы разыграем в случайном порядке три шопера или толстовки. И доставим их в максимально сжатые сроки даже в рамках режима самоизоляции. Теперь немножко про то, куда можно подключиться, какие средства массовой информации есть у нашего сообщества. Ну, в первую очередь, это группа в Фейсбуке. Там мы собираем все важные новости, анонсы мероприятий. Возможно, вы узнали про это мероприятие именно оттуда. Здесь есть ссылка. Мои коллеги будут отправлять эту ссылку. Она уже появляется моментально. Это и есть Digital в чатике. Это будет удобно, что можно перейти прям по ссылке. Можно воспользоваться QR-кодом. Подписывайтесь на нашу группу. Там есть все последние обновления. И важная информация касательно деятельности сообщества. Вторая история, про которую хотелось бы сказать, это наш телеграм-канал. Телеграм-канал, тут тоже сейчас появится ссылка. Иногда ссылка не работает ввиду ограничений, поэтому легче всего ввести в самом Телеграме ключевое слово, которое звучит как «I am digital leader» и, скорее всего, отражает именно ваш статус. Поэтому подписывайтесь на канал. Там будет какая-то трансляция с какими-то важными тезисами этого события. Там будут анонсы следующих событий. И там же будет аналитика и статистика по вопросам, которые мы будем задавать в ходе этого мероприятия. Также все материалы, которые не проходят какой-то цензурой, могут быть отправлены после, а будут находиться в этой группе, в этом канале. Их можно оттуда скачать и как-то в дальнейшем сохранить себе или использовать. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Это правда очень удобно, он не напрягает, но там много всего интересного. И третье, про что мы хотели сказать, и что очень важно сейчас для нас, и надеемся, что эту важность вы разделите вместе с нами, это новое направление Digital Leader, которое мы буквально недавно начали, но оно уже развивается стремительными темпами. Это research.digitalleader.org. Это некая инициатива, где мы пытаемся спрогнозировать какие-то события или какие-то технологические тенденции на будущее. Мы проводим ряд исследований. Конкретно данное исследование представляет консорциум нескольких компаний. Это PricewaterhouseCoopers, это известная аудиторская компания и консалтинговая компания. Это IDC, это компания, которая делает различную аналитику рынка. И эта компания Krog, это лидер цифровых технологий, одна из крупнейших интеграторов, которые предоставляют технологические решения. Вот эти компании объединились и делают исследования по прогнозу технологий, которые появятся в бизнесе до 2030 года. Ну, причем там технологии, естественно, не звучат как бигдата и машинное обучение появятся очень скоро и завоюют весь мир. Они звучат как те вещи, которые локально появятся в компаниях и которые повлияют на бизнес в ближайшие 10 лет. Почему нам это важно? Потому что каждый раз, когда мы читаем какую-то статью или какое-то исследование, где какой-то западный источник рассказывает о том, что вот бизнесу пообещали роботов, которые будут что-то делать, это кажется настолько отдаленным. И ты всегда думаешь, а кто же делает это исследование? Кто это, блин, выдумывает? Сейчас мы понимаем, кто эти люди. И, в общем, рассчитываем на ваше участие. У вас есть шанс оказаться тоже среди тех людей, которые это придумывают. Потому что визуализация будущего, фантазии на тему будущего, это и является первым шагом к реализации и достижению этого будущего. Это, что я хотел сказать, это сейчас очень важно для нас. Такой формат встречи. У нас будут выступления спикеров. Каждое выступление занимает приблизительно от 10 до 15 минут. После каждого выступления можно задавать вопросы. Вопросы можно задавать в чате. Это то, куда сейчас все пишут. И есть отдельная вкладочка, которая называется «Вопросы и ответы». Так как чат очень динамичный, там будут выражаться какие-то эмоции, мнения и так далее. Если вы действительно очень хотите там прям зачитать ваши вопросы, чтобы на него ответили в том формате, как вы его задали, напишите его в вопросы и ответы. Это обеспечит то, что мы на него ответили и поставили галочку «Отвечено». Если это просто вопрос, который возник по ходу дела, то мы тоже обращаем внимание на чат и стараемся подмечать все эти вопросы. Но можем там их суметь, подъединить в несколько вопросов и обязательно учесть дискуссии. Формат мероприятия подразумевает, что у нас будет общий цикл выступлений. И после этого все спикеры выйдут в эфир, чтобы поотвечать на какие-то вопросы, затеять живую дискуссию. Возможно, кого-то из участников этого метапа мы тоже выведем в эфир, чтобы пообщаться, если на это останется время. Но программа мероприятия выкладывается примерно в три часа, что достаточно много. Наверное, кто-то может там отключиться и подключиться, или слушать на втором экране. Но тем не менее, даже не могу вам посоветовать, на каком моменте именно, потому что все выступления с разных сторон раскрывают, ну, очень удивительно, интересно построены. Тогда еще несколько моментов, что будут появляться иногда опросы. Опросы – это такая штука, это возникающее окно у вас перед экраном, которое задаст несколько вопросов. Это вопросы направлены не на продажу чего-то, не на оценку чего-то, они просто направлены на то, чтобы понять, как устроен рынок, как происходит что-то в вашей компании. Поэтому отвечайте на них, и вы получите тоже результаты. Результаты будут показываться буквально на несколько секунд для всей трансляции, но подробнее можно их будет посмотреть потом в Telegram-канале, они там останутся, и там можно будет изучить, кто как считает. Для вас это, наверное, тоже будет интересный обзор рынка. Ну, на этом этапе мы переходим к тому, чтобы представить спикеров. Сейчас я попрошу всех коллег, кто подготовил сегодня какие-то рассказы, подключиться с видео и звуком. Этот слайд выглядит очень перенасыщенным информацией, потому что у нас много контента. Наверное, мы перестанем его показывать, лучше покажем сейчас спикеров и попросим буквально их сказать одной фразой про то, что будет их выступление. Всем привет, спасибо, что подключились. В первую очередь спасибо вам огромное за подготовку. Мы общались с вами, мы делали какой-то предварительный прогон. Очень интересно, как подобрались темы. Я тогда попрошу всех представиться. Я буду называть ей буквально одной фразой, про что вы сегодня расскажете, чтобы люди увидели вас в лицо и могли рассчитывать на ваше выступление. Ну, в первую очередь я хочу представить и заранее поблагодарить Любовь Трунина. Это административный директор Крок. Именно Любовь, она будет первым спикером, но именно Любовь была инициатором этого мероприятия, потому что так, как много она сделала для офиса своей компании, наверное, сложно представить. И она предложила диджитал-лидеру, а что, если мне обменяться опытом с кем-то еще, что если собрать людей, уверена, что я не одна. И таких людей действительно оказалось много. Люба, привет. Привет. Всех рада приветствовать. И сегодня хочется отметить, что наложит отпечаток, какие тренды повлияют на наше пространство, пространство в целом, в более широком смысле, и, конечно же, офис и дом в частности. Спасибо, Люб. С нами следующим спикером, с нами еще Михаил Бейлин. Это партнер в архитектурном бюро Citizen Studio. Михаил, приветствую. Приветствую. Спасибо за приглашение. И наша тема звучит довольно просто. Мир до, во время и после карантина. Ну, собственно, об этом мы и попробуем сегодня порассуждать. Мы архитекторы, поэтому постараемся сделать это через призму наших знаний, наших ожиданий в архитектуре. Спасибо, Михаил. С нами еще сегодня Дарья Парамонова, директор Стрелка Арктех. Это близкая к этому тема. Дарья, приветствую. Добрый день. Да, я продолжу то, что начнет говорить Миша. Постараюсь не повторяться. Тема города после пандемии. Что из того, что с нами сейчас происходит, мы возьмем с собой, а что, возможно, отомрет и не будет никогда больше вспоминаться даже. Спасибо, Дарья. Также у нас сегодня освещено много технологических топиков, которые позволяют понять, какая именно механика, какой именно инструментарий позволяет это все пережить. И следующим выступлением будет Михаил Комаров, руководитель отдела подготовки сетевых решений Аруба. Это группа компании Hewlett Packer. Михаил, здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, сегодня я расскажу про систему удаленного доступа, на что стоит обращать внимание, почему, и постараюсь ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Михаил. И продолжая тему конкретных решений, которые могут помочь бизнесу, с нами сегодня Сергей Пауков, директор департамента инженерных и мультимедийных систем компании KROG. Сергей, здравствуй. Всем привет. Я сегодня хочу акцентировать свое внимание на решениях, которые будут востребованы у заказчиков в момент, собственно говоря, выхода из кризиса, в момент выхода и появления сотрудников в офисе. Спасибо, Сергей. Мы разбавляем выступления совершенно разными тематиками, и у нас сегодня будет спикер Максим Демидов. Это директор по развитию клиентского опыта компании Азбука Вкуса. Лично мне очень интересно услышать, что будет происходить, потому что до меня еще не дошла доставка, и я очень ее жду. Максим, здравствуйте. Да, всем привет. Я не думаю, что буду много говорить про доставку, если вы меня спрашивать не будете. А так, в принципе, моя тема как раз посвящена тому, как должен несколько преобразиться ритейл для того, чтобы скрасить такие будни для нашего населения. Очень приятно. Спасибо за приглашение. Спасибо, Максим, что поучаствовали. Очень ждем вашего рассказа. Также продолжая тему технологических и даже платформенных, решений. С нами сегодня Анна Фрай, руководитель направления по работе с партнерами, и Андрей Ивашов, руководитель по развитию бизнеса, Шнайдер Электрик. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Спасибо за приглашение. Мы сегодня с Андреем расскажем, как следить за здоровьем инфраструктуры, и постараемся именно сделать акцент на IT-технологиях, именно заглянуть в фундамент, на чем все это дело стоит. Да, спасибо. Ждем с нетерпением. Продолжая тему фундамента и каких-то историй, которые помогают бизнесу работать лучше, сегодня с нами Анатолий Ручьев, директор департамента информационных технологий и проектного института номер один. И Анатолий расскажет некий опыт, который реализован совместно с нашим партнером Dell Technologies, как это сделано было с помощью технологий, но на примере конкретного проекта. Анатолий, здравствуйте. Всем привет. Тема у меня «Цифровое рабочее место как стратегия сохранения талантов», но она будет озвучена в разрезе того, что вся наша организация работает на виртуальных компьютерах, виртуальный сервер сам собой, но у нас проектировщики все работают на виртуальных компьютерах, и все их компьютеры находятся в центральной серверной. Как это работает и как это нам помогло или сделало незаметным переход на удаленку, я об этом расскажу. Спасибо большое. И завершая эту линию интересных рассказов, Виталий Зарубин, директор по развитию цифровых решений хоккейного клуба «Авангард». И как бы вот вы не ожидали и спорт тоже вместе с нами, и это тема, которая, наверное, очень сильно сейчас всех волнует. Виталий, здравствуйте. Да, Алексей, спасибо за приглашение. Коллеги, добрый день. Я расскажу сегодня как про любительский спорт для себя, так и про большой спорт. Хочу подсветить его с точки зрения цифры и классных маркетинговых кейсов, которые, мне кажется, запомнятся надолго. Спасибо, жду не с нетерпением. Да, спасибо, Виталий. Более того, у нас есть еще несколько участников этого мероприятия, которые участвуют не в формате выступления и рассказа, а участвуют в формате дискуссии. Я бы хотел их отдельно отметить. Это Петр Баранов, искусствовед, член правления в Московском Союзе, прокуратор проекта «Зарядье». То есть совершенно с другой стороны взгляд. Петр, скажите несколько слов для начала. Микрофон, микрофон. Специально выключил. Всем добрый день, рад всех видеть, добрым здравия. Вы знаете, культура сегодня – это, наверное, самый важный момент для того, чтобы люди заново обрели ощущение жизни. И вот мы уже сделали много разных проектов онлайн. И, в общем, поменяли очень сильно ощущение того, как мы будем жить дальше. А надеюсь, что как только все закончится, благодаря культуре мы сможем больше и больше опять выйти быстро в жизнь. Спасибо, Петр. Петр, про культуру. С нами еще Георгий Иванов. Это начальник ДИТ УК «Динамо», который в большей части отвечает за проект ВТБ «Арена». Здравствуйте, Георгий. Да, добрый день. Я постараюсь помочь Виталию Зарубину поделиться опытом по эксплуатации универсальных площадок. Да, спасибо. Сразу подмечу, что участники дискуссии, в принципе, полноценно могут дополнить какие-то рассказы. И мы делаем основной вектор на то, что мы будем обсуждать. Поэтому уже сейчас, во время других выступлений, вы можете задавать им вопросы или подмечать какие-то вопросы. Мы ответим их, когда будет удобно, либо в формате между выступлениями. Поэтому учитывайте этих спикеров. Точно так же с нами еще есть Денис Цуканов. Это директор Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств. Здравствуйте, Денис. Алексей, приветствую. Коллеги, добрый день. Ну, если время останется, буду готов подискутировать на тему развития и что ждет в будущем парки, общественные пространства Москвы и регионов. Да, я думаю, что у нас как раз будут дискуссии после выступления Михаила и Дарьи про то, как будет выглядеть город. Поэтому подключайтесь к этой дискуссии тоже, выходите в эфир. В общем, как вы понимаете, коллеги, очень насыщенная программа, очень много людей из разных областей. Поэтому мы переходим к началу. Тогда всех спикеров я прошу отключить там видео и звук. Мы отдельно пригласим вас к выступлению и переходим сразу к выступлению Любы Труниной. Хочется, ну, пока включается презентация, хочется сказать несколько слов, потому что действительно компания Крок показала огромную готовность не только офиса, но и персонала этого, поддержки этого офиса к тому, чтобы измениться и что-то сделать дальше. И, Любовь, не знаю, стоит ли это делать, но я подмечу, что Люба в прошлом году выиграла номинацию административный директор 2019 года. И я думаю, что вот этот вызов подтвердил действительно соответствие этому статусу. Очень ждем твоего рассказа. Включаем микрофон. Твое время. Добрый день, коллеги. Любовь Трунина, административный директор Крок. И хочу вас пригласить в небольшое путешествие по офисным метаморфозам. Что же ждет нас, как людей, как работодателей и как сотрудников? Мне кажется, можно переходить на следующий слайд, мы так договорились. Мы соскучились все с вами по путешествиям и немножко по путешествиям. Если взглянуть на разные страны, то, как они столкнулись и вышли из той ситуации кризисной, неоднозначной, беспрецедентной, то это многое раскроет и в текущей ситуации, и в каких-то трендах. Давайте посмотрим Китай, Южная Корея, даже Япония. Они очень быстро отреагировали практически тотальными, тоталитарными мерами. Например, у Хань было ограничено по несколько домов, выход только целевой, без всяких машин, продукты в магазины по списку, карты здоровья, соответственно, практически полный контроль над человеком с применением даже дронов. И здесь они быстро вышли из этого кризиса, началась оттепель, и больше всего, кажется, помог встроенный ген такой дисциплины. А если посмотреть на США, другая картинка. Здесь, кажется, больше лояльности, гибкости, где-то есть более жесткие меры, где-то их практически снимают, разрешен бег, можно ходить в кафе на улице. И вот буквально разговаривала с американкой, она говорит, даже какой-то непонятный метаморфоз, тяга к офису, люди, несмотря ни на что, все равно идут в офис, температура 39, жертвуют там всем. И кажется, что они больше боят потери продуктивности, эффективности, или то, как это выглядит может со стороны. И Россия, кажется, где-то посерединке, кажется, хочет учесть весь опыт, но, по моим ощущениям, мы какая-то самая такая беспечная, что ли, страна. Я от людей слышу, а, будь что будет, гулять-то гулять, и перед смертью не надышишься. Кажется, что культурные, национальные, вот такие отличия, способность к изменению, и самая важная способность взглянуть на ту реальность, с которой мы сталкиваемся, лицом к лицу, не как страус в песок, что-то осталось, а вот посмотреть и быть готовным изменяться. Вот это умение, это умение преодолеть стереотипы, кажется, будет новым вызовом для всех нас и таким навыком будущего. Вот эти все моменты, они, безусловно, накладывают отпечаток, вот как раз Леша пишет, да, гулять-то гулять, отпечаток на всю нашу жизнь, и, безусловно, наша жизнь, она внутри пространства, ну, и, безусловно, наше частное пространство, оно и в офисе, и дома, и теперь мы заметили, что офис и дом на сегодня, по крайней мере, это одно. Кажется, будет ли прежняя реальность, вернемся мы назад или не вернемся. Давайте посмотрим на следующий слайд и увидим, что кейсы ведущих мировых компаний, они разнообразны. Каждый сам адаптируется по-своему, но в первую очередь люди думают и о ментальном здоровье сотрудников. Например, те, кто уже возвращается, и компания, которая предусматривает выход из этой ситуации, кризисной, назад в офис, а это, например, у нас Алиэкспресс, они устраивают традиции и праздники. Кто-то все еще борется с этой тяжкой ситуацией, и мы видим специальные чаты, QR-коды, мы видим, что есть отчеты о здоровье, и, соответственно, в офисах все меньше сотрудников, и офисы все больше становятся противовирусными, но, несмотря на это, кажется, что складывается с одной стороны тренд дистанцирования, и точно ли это так, а с другой стороны мы становимся ближе, и сотрудники, родственники объединяются в своих домашних офисах. Давайте посмотрим, как же у нас отражалась вообще какая-то история человека. На следующий слайд, пожалуйста. То есть пандемии были, но уроков, по ощущению, из этих пандемий мы не выносили. И какой-то такой исторический, наверное, момент произошел, что именно в этом году этот вирус, эта пандемия обратила большее внимание на человека. И кажется, что новым трендом у нас будет все-таки фокус на людях в таком глобальном хорошем смысле. Индивидуализация пространства и вещей. И продолжая следующий слайд, мы видим, что работа из дома дает некую гибкость, дало ощущение и размытие неких мифов и стереотипов, о которых мы говорили. Кто-то, безусловно, например, Китай 100% вернется в офис, кто-то, следуя неким таким соблазном экономии, хочет оставить 20-30-50% сотрудников на дому, на удаленке. Есть такое, уже, мне кажется, несколько затертое мнение, что людям надоела удаленка. Но мне кажется, здесь смешаны мухи и котлеты. И ощущение, что все-таки не удаленка надоела, а надоела самоизоляция, надоела то, что невозможно ничего, кроме как соблюдать требования безопасности. И вот этот страх сковывает и немножко обезнадеживает. Но если посмотреть в будущее, все это все равно рано или поздно закончится. И мы верим, что это закончится скорее, если мы будем более дисциплинированы и самоорганизованы. И, кажется, будущее за гибридными моделями, когда можно будет вот по-разному смотреть на разное пространство. И все более и более простые вещи становятся востребованными. Офис — это будет место больше коммуникации, общения с коллегами, а не просто занудное рабочее место. И, конечно же, инженерные технологии, они будут набирать свою скорость и свою значимость. А на следующем слайде мы с вами посмотрим, как же все-таки социальное дистанцирование преодолеть. Да, это проблема, она есть, это новый вызов. Но точно ли это прям мешает нам вовлекаться? Мне кажется, нет. Другая оборотная сторона медали, что у нас открываются новые возможности, и мы с вами сейчас на таком масштабном мероприятии, и нету никаких границ. Границы размываются. Мы можем дружить и общаться с кем угодно. Мы можем в любой точке мира перестать стереотипно воспринимать ощущения онлайн-общения. И, например, я как-то общалась с профессором Александром Капланом от нейрофизиолога, доктора биологических наук. И мозг человека настолько адаптивен, настолько гибок и креативен, что он быстро захватывает то пространство и ту реальность, которая ему предлагается, и делает частью себя, частью человека. Далее, подтверждая тот фактор, что все-таки человек становится в центре, мы увидим с вами, что американская система здравоохранения пока следует трендам безопасности, уже сейчас предлагает нам те решения, которые можно взять с собой в будущее. Конечно же, я думаю, что правило двух метров, оно когда-то исчезнет, и мы будем вспоминать, как некий тренинг, а не как ту действительность, в которой нам придется жить вечно. Или я вот несколько скептически отношусь, может быть, к тому, что у нас будут какие-то пластиковые перегородки за каждым столом. Ну, во-первых, мне кажется, это не играет на ту цель, как защита и профилактика, все-таки больше ставка на инженерные системы, воздухообмен и здравый смысл. Ну, а во-вторых, это точно не продлится, и если open space будут отмирать, то скорее потому, что они довольно шумные, не очень продуктивные. Россия как здравоохранение. Безусловно, следующий, пожалуйста, слайд. поддерживать все эти меры. И особый акцент, вот буквально тоже недавно участвовала в конференции тех людей, медиков, которые заботятся наперед тоже о будущем, о реабилитации, они говорят, как будет развиваться телемедицина. То есть многое может уйти с помощью технологий в онлайн, и почему бы этим не пользоваться? То есть даже какие-то умные тренажеры и онлайн-обучение, я думаю, они будут набирать обороты и принесут много полезного и экономии определенного и времени, и ресурсов, если брать хорошее и отбрасывать ненужное. На следующем слайде хочется немножко систематизировать как раз то, что повлияет на наше бизнес-пространство, социальные изменения, различные гибридные модели и графики, которые сейчас диктуются необходимостью, а в будущем будут скорее диктоваться лучшей продуктивностью. Это новые коллаборации, новые возможности. А дизайн рабочих пространств, я думаю, коллеги здесь раскроют пошире, но мне хочется отметить, что даже сейчас, столкнувшись с какой-то трудностью, мы увидели нечто важное, важное и простое в самых простых элементарных вещах, те, которые мы не замечали. И та же подставка для айфона никогда не задумываясь о ней, что с крутящейся держалкой она будет такая клевая и удобная. То есть не обязательно искать что-то даже в технологиях, но в каких-то простых элементарных вещах это точно нас обогатит. А на следующем слайде решение, которое сделает офис безопасным. Но, безусловно, основная сила это воздух, вентилирование, система защиты. И раскрываются новые возможности телепрезенс и VR. И, скорее всего, все сейчас мечтают обо всем бесконтактно, начиная с документов до открывающихся дверей голосовых лифтов. ЛАОТЭЧ решения и различные математические моделирования для того, чтобы они помогали и делали нашу жизнь проще. На следующем нашем слайде мне хотелось бы акцентировать некоторое внимание на нашем опыте. Но, говоря про наш опыт, тут консолидация различных мер, которые мы себе смоделировали, реализовали и продолжать хотим также их развивать в более уже персонализированном моменте. То есть, кажется, что та же еда, она будет чуть более персонализированная. Тот же подход к каким-нибудь технологиям, которые позволяли там по QR-коду заказывать еду. Ну, еда это, безусловно, составляющая каждого офиса, удаленно. Вот. И виртуальные рабочие места, идеи, двухфакторная аутентификация и безопасность наших виртуальных рабочих столов, чистые белые рабочие столы и больше пространства, интерактивные подсказки. И вот в целом где-то жизненно важной мерой будет являться инфографика и коммуникация, и технологическая коммуникация, и визуальная, и во всех ее смыслах и разнообразии. Система бронирования и различные меры. И в финале все-таки хочется закрыть свое выступление на позитивной ноте. Следующий слайд был как раз вовремя, что да, самоизоляция, наверное, это коробочка, но коробочка сиюминутная. Но если каждый из нас раскроет в ней новые возможности, то это путь к безграничному и откроет не только наше пространство, которое нас окружает, наше внутреннее пространство. Спасибо большое за внимание. Любовь, спасибо большое за такой не только интересный, насыщенный, но и в том числе каким-то таким голосом, который настраивает на то, что все будет хорошо. Спасибо за это. Есть несколько вопросов. К слову, подмечу, на некоторые вопросы, которые вы задаете именно во вкладке «Вопросы и ответы», другие спикеры уже начинают отвечать. И это очень классная тенденция, что у нас развязываются параллельные какие-то ответы, которые сразу закладываются. Но тем не менее, Люб, я задам тебе несколько вопросов. Ты их кратко освещала, и как бы, понятное дело, что ответ, скорее всего, да. Но вопрос такой. Вернутся ли все работники в офисы после окончания этой истории? Ну, можешь его расширить там каким-то своим видением. Ой, с удовольствием. Как раз меня задавали ряд вопросов про open space и про возвращение. Я думаю, что разные компании сделают по-своему. И, например, но те компании, которые все-таки мыслят изменениями, трансформацией и быстро усваивают уроки, будут двигаться в сторону гибридных моделей. То есть есть компании, которые просто, ну, 20%, наверное, круто перевести на дом будет экономно. И да, мы видим тоже некую экономию сейчас. Но с другой стороны, во возможность, вот чем хороши гибридные модели, тем, что можно будет пользоваться разным пространством. То есть не важно, где ты сидишь, важно, насколько ты продуктивен и креативен. И если есть возможность, функция позволяет, ну, не все функции, конечно, могут быть удаленными, да, но если функция позволяет, то почему бы и нет? Из дома, из офиса. Но офис — это точка с такой сходки, наверное, не то слово, точка, где мы можем сблизиться и все-таки никто не отменял личного общения. Безусловно, это необходимо. Ну, и следующая модель гибридная должна поддерживаться все-таки самоорганизованными личностями, да, которые не требуют кнута. И, в принципе, они находят, может быть, даже сами свой пряник. Ну, вот, мне кажется, как-то так. Правильно ли я понимаю, что это означает, что офис будет по большей части рассчитан не на, там, условно говоря, оптимальную посадку людей, а на то, что офисные пространства — это больше переговорки, какие-то креатив лабы и там коворкинги становятся? Такая тенденция? Мне кажется, эта тенденция уже была. Мы даже у нас в офисе делали и сайлент комнаты, комнаты тишины на одного, и более креативные уголочки, там, где кофемашины и кофепоинт с маркерной доской и какие-то переговорные, креативные, мы их тоже мыслили. И, наверное, этот тренд просто будет усиливаться. Собственно, чтобы просто человек приехал и посидел где-то, ну, вот, наверное, вряд ли уже останется. Возможно, еще более серьезно мы подойдем к гибким рабочим местам, которые могут меняться, и это, может быть, придаст нам новое дыхание. То есть место, которое может использовать несколько человек? Например, в комнате может быть пару мест таких гибких для тех, кто предпочитает работать на дому и шерит какое-то определенное пространство. А за счет этого, ну, то есть если у нас много-много рабочих мест наставлено, да, а какие-то рабочие места мы немножко переставим, таким образом будет решаться вопрос к плотности населения внутри офиса, и офисы могут быть более просторными. Но при этом мы не потеряем той вовлеченности и коммуникации. Это, конечно, серьезный челлендж, чтобы не утратить, а наоборот приобрести. Тут требуется продуманная стратегия. Да, спасибо. У меня сейчас будет еще один вопрос к тебе завершающий, но пока сделаю анонс как раз к теме этого выступления. Сейчас мои коллеги запустят опрос для всех участников этого мероприятия, вот он уже появился. И второй тезис, что буквально там в течение минуты в нашем телеграм-канале появится презентация Любы, в которой будут те слайды, это отвечает на вопрос про повторите, пожалуйста, слайд с какими-то мероприятиями. Он действительно достаточно быстро был показан, но это какая-то прям консолидированная выжимка самого важного. Это уже в телеграм-канале. Поэтому, Люба, к тебе пока люди отвечают на вопрос. Еще один вопрос, такой он составлен из двух вопросов, скажем так. во-первых, вот то, что мы делаем, связанное с пандемией и офисным пространством, это какой-то разовый проект или по твоему ощущению, что сейчас компании на примере вот этой ситуации закладывают постоянные процессы, постоянную службу, которая будет готовиться к новым угрозам и подобного плана. То есть, это как бы разовый вызов, либо это теперь процесс. Хорошие вопросы. Спасибо огромное за него. Я действительно хотела эту тему немножко раскрыть, но, видимо, куда-то побежала. Ольга Жукова задала. Ей привет. Отличный. Да, Оля, спасибо. Безусловно, то, что мы сейчас научились делать, я вижу в этом большой потенциал и дальнейшее продолжение. Мы научились лучше защищать сотрудника, понимать его потребности, в том числе и здоровье, и меры профилактики, ну, вирус уйдет и пройдет, но сезонные заболевания, простуды, их никто не отменял. И, безусловно, нужно продолжать эту историю. И дальнейшие какие-то реабилитационные мероприятия и тот же спорт в офисе, да, смотреть уже с тем уклоном, с тем трендом, который сложился. Мне кажется, это будет процесс, процесс более усовершенствованный и роль служб, таких, как охрана труда, они займут свое достойное место там, где они немножко буксовали или казались некими формальными. Спасибо большое, Люб, за такие ответы. Я отмечу, что есть вкладочка вопросов и ответов, там на часть вопросов начинают отвечать. Я попрошу тебя тоже, когда, ну, сейчас твоя встреча не закончилась, там, может быть, что-то ответить. Особенно, мне кажется, тебе будет интересно сказать про то, какие профессии, квалификации людей нужны сейчас в первую очередь, ну, с твоей стороны, кого тебе не хватило, чтобы это все организовать в офисе или кого вы искали. А мы переходим к дальнейшему докладу. Еще раз спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я приглашаю подключиться Михаила Бейлина, партнера архитектурного бюро Citizen Studio со своим рассказом. Результаты опроса сейчас перед вами, но они буквально показаны несколько секунд, и дальше это вы можете посмотреть в Telegram-канале тоже, как вы поняли, мы привлекаем к нему внимание, но это полезно и удобно. Михаил, вам слово, презентация сейчас появится на экране. Добрый день еще раз. Еще раз спасибо за приглашение. Меня зовут Михаил Бейлин. Я архитектор, партнер архитекта Московского архитектурного бюро горожан или Citizen Studio. И сегодня я постараюсь сделать такой архитектурный интродьюс в нашу тему. Она будет дальше продолжена Дарьей Парамоновой. Я думаю, что мы друг друга будем дополнять. Так, да, значит, наше бюро, мой партнер Даниил Никишин, я сегодня отдуваю за нас двоих. И наша тема, как я озвучил уже в начале, называется города до, во время и после карантина. И чтобы вообще понять, что нас ждет дальше, конечно, хорошо было бы разобраться с тем, как города и горожане жили до всей этой истории. Мы видели сначала сейчас картинку, всем известный пейзаж, каким он был, в общем-то, всегда. И это тот вид, который вот фактически происходит сегодня, некоторое время назад в Нью-Йорке. И, конечно, нас всех интересует, что будет после, что у нас ждет далее. И большая часть каких-то таких прогнозов сегодня крутится вокруг того, что нас ожидают просто физические ограничения, ну, то есть буквально такая, такие плексигласовые экранчики в любой ситуации. Вот эта картинка из итальянского журнала 62-го года, и очень много сейчас в Фейсбуке все ретранслируют, потому что всем кажется, что жизнь останется такой же, но мы получим просто вот эти вот прозрачные рамки. Да, вот эта вот картинка уже тоже довольно много ее видел в Фейсбуке, это ресторан в Голландии сегодня. Но на самом деле это, конечно, такие простые прогнозы, и, в общем-то, наш мир, безусловно, не может остаться прежним, просто получить некие физические границы. Тогда что же нас ждет? О чем сегодня стоит говорить? И повторюсь, чтобы понять, что изменила пандемия, нам нужно вообще понять, к чему двигался мир, к чему двигался урбанизм и архитектура до всех этих нововведений, потому что, как правило, бывают, кризисы только усиливают те тенденции, которые существовали до них. И сегодня очень много говорится про то, причем кто-то говорит об этом с радостью, кто-то, наоборот, говорит об этом с ужасом, уже родился вот этот термин про гибель шеринговой экономики, про схлопывание шеринговой экономики, потому что нам социологи, урбанисты по всему миру, а что касается нашего города, в общем-то, и правительства, довольно долго говорили о том, что, на самом деле, не нужно иметь ничего в собственности, тем более, там, автомобиля, совершенно необязательно покупать квартиру, необязательно снимать офис, вы всем этим можете воспользоваться, то есть снять. Вот как раз вот эта шеринговая экономика, каршеринг является, безусловно, ее, наверное, самой заметной этикеткой, в общем, ничего вам не нужно своего, берите это на прокат, и будет всем хорошо. Мы сегодня видим, что человек, у которого есть своя машина, находится в более выгодном положении, чем человек, который рискует собой и пользуется транспортом, человек, у которого есть своя квартира, находится в более выгодном положении, чем человек, который ее снимает, потому что ему, даже потеряв работу, вам не надо платить ренту. Ну и уж действительно, люди, у которых вдруг оказалась бабушкина или родительская дача, выяснилось вдруг, что они действительно находятся в выигрышном положении относительно просто горожан, которые вынуждены свой карантин проводить в четырех стенах. И вот Александр Баунов уже написал о том, что карантин явился очень архаичным явлением, что выяснилось, что все вот эти архаичные именно собственности, как дача, они вдруг стали очень востребованы. На самом деле, конечно, ни о какой гибели шеринговой экономики говорить не приходится, скорее мы сегодня наблюдаем просто тот момент, когда она несколько замедлилась и может быть она будет искать какие-то немножко измененные форматы. Но тем не менее, большие тренды, которые существуют в мире, эта пандемия не сможет их развернуть. Какие-то она лишь затормозит, как описаны вот мной только что, какие-то она наоборот только усилит. И, естественно, сейчас очень много говорится про удаленную работу, здесь даже я не буду останавливаться, потому что мы все знаем уже очень много про то, что, может быть, не знали еще недавно, хотя на самом деле весь мир переходил постепенно на удаленную работу и крупные компании на нее переходили. И сегодня, я думаю, про нее будут говориться еще очень много. И действительно, я надеюсь, я лично надеюсь, что, конечно, к таким вот этим страшным, жутким, переполненным open space человечество больше не вернется. Ну и вообще, существует сейчас мыль такая, что вообще в офисы возьмут не всех, об этом как раз только что говорила Любовь. Но, тем не менее, про удаленную работу здесь все-таки важно сказать. Вот этот мем, который появился в самом начале карантина, он на самом деле очень важный. И, как я недавно узнал от Михаила Блинкина, известного специалиста, по транспорту, существует коэффициент обеспеченности человека комнатой, как ни странно. Не просто жильем, не просто квадратными метрами, а комнатой. И в Америке, где превалируют частные жилые дома, он довольно высок, а в России он очень низок, потому что, действительно, Россия, большая часть населения России живет в городах, в маленьких квартирах, и, конечно, в ситуации, когда у вас очень маленькая квартира, когда два человека работают, а работают удаленно, мы все знаем, в том числе и по своему опыту, что это очень непросто. И отсюда мы переходим на другой большой тренд, на тренд деурбанизации. На самом деле, очень неочевидный тренд до всей пандемии, тем не менее, существовавшей, когда полгода назад Бюро ОМА и РМ Колхас сделали такую выставку Манифест Countryside The Future, на самом деле, даже многие специалисты недоумевали, потому что рассуждали о том, что, ну, история про субурби, она какая-то такая уже немножко устаревшая, сейчас скорее больше рассуждают специалисты про цифровые города, про большие данные, тут вдруг Рам Колхас решил порассуждать про то, что, оказывается, будущее – это вот эта загородная жизнь. На самом деле, прошло совсем немного времени, и мы все поняли, насколько он глядел на самом деле, насколько он вообще провидел будущее. И здесь нужно сказать, что тренд, безусловно, существующий, но сейчас считать, что вдруг россияне начнут жить по вот этому принципу американских субурбий, односемейных домов, наша страна и наши города совершенно иначе развивались, и это было бы, конечно, неким преувеличением считать, что сейчас этот тренд в России двинется таким образом. Тем более, что у нас зачастую в односемейные люди, ну или, в общем, бедные люди не в субурбиях, а скорее в деревнях, Михаил, предполагаю, что вы чуть-чуть зависли в этой истории. Дадим еще буквально несколько секунд. Тренд деревней и сел действительно еще сейчас сильно связан с коммуникациями и с технологиями, которые позволяют работать издалека. Мне на дачу пришлось проложить выделенную линию, что, к счастью, оказалось возможно, но я уже видел подборку от коллег фотографий, как они крепят роутеры на дачу, ну то есть не роутеры, а эти LTE-модемы к себе на палку на даче, как подключаются какие-то дополнительные усилители и подобные истории. если Михаил тогда не переподключится сейчас, то давайте мы в этой части попробуем может быть перейти к рассказу Дарьи и Михаил потом подключится к обсуждению этой истории. Дарья, как вы считаете, можете сейчас подключиться к нам и попробуем перейти к вашему рассказу, который тоже очень близко с этим связан? Да, я могу подпадить. Извините, Дарья, отлично, все. Я принадлежу свои изменения у меня, потому что я как раз сейчас нахожусь в субурбии, и вот у меня не справился интернет. Вот, я остановился, по-моему, на том, что ситуация как раз субурбии в России и особенно в Московской области, она, ну, надо сказать, просто ужасающе. А переключите на следующий слайд и дайте, пожалуйста, Михаилу заново права, наверное, он перезашел. Да, 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 я вот смотрю, я перестал управлять своими кадрами. Да, можно пока переключить на другой слайд. это, в общем, субурбия в России развивается как город, как вот самое жуткое, самое масштабное строительство в черте города, она также перетекает на Московскую область. Более того, поскольку там нет уже вообще практически их ограничений, то вырастают просто в полях гигантские, гигантские 25-этажные дома, комплекс, следующий кадр, пожалуйста. И действительно, мы часто видим, когда рядом с односемейными крошечными дачными домиками растут огромные монстры. И выход с нашей точки зрения как раз находится в том, чтобы привести, так скажем, области, вот то, что окружает города, к некой такой золотой середине. Это трех, пяти, шестиэтажное строительство, малоэтажные дома, малоэтажные дома, в которых действительно очень подходящий человеческий масштаб, в которых сделан акцент на дворы, на придомовое пространство. Это поселки или небольшие жилые комплексы, растворенные в природе вокруг. Это вот несколько проектов нашего бюро, что-то из них даже, следующий кадр, пожалуй, да, было реализовано. Это вот подмосковный город Котельники, тоже мы видим четырехэтажные небольшие дома. И, конечно, в такой субурбии очень комфортно жить человеку, и поскольку мы только что говорили про удаленный доступ, и про то, что теперь человек больше не привязан к своему офису, если раньше жилье выбиралось исходя из того, чтобы вам побыстрее добраться с работы на работу, в формате вот этого удаленного доступа и действительно того, что вы не каждый день хотя бы ездите в офис, вы можете жить уже далеко от центра, за пределами города, в не очень дорогом, но все-таки именно загородном жилье. Вот этот вот тренд, который, мне кажется, сегодня был бы очень важен для нашей страны, для нашего города, и как раз это переход к такому формату жилья был бы одним из позитивных результатов этой пандемии. Следующий кадр, пожалуйста. Действительно, как я уже говорил, очень важный акцент на дворы. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, это тоже то, что уже стало мемом за последнее время, изменение взгляда на балкон, потому что очень долгое время мы знаем, что в городе балкон становился просто каким-то хранилищем мусора, хранилищем какого-то хлама, действительно, застекленные балконы, которые становились вообще частью квартиры. В разнообразных передачах по переделке квартир нам всем рекомендовали утеплять балкон и делать его частью комнаты. И сегодня мы видим, на самом деле, насколько важным оказалась история с балконом, который все-таки балкон, который терраса, которая открытая, можно, извините, на два кадра назад, я прошу прощения, которая является вот этой вот небольшой вариацией сада в доме. И самый, на мой взгляд, важный для, просто для горожанина в архитектурном плане и в таком житейском плане смещение фокуса, это, безусловно, фокус на своем доме, потому что мы поняли, что очень важно то, как мы живем, то, с кем мы живем, если раньше дом, квартира, она представлялась тем местом, где человек, где успешный человек проводит только время сна, то теперь мы понимаем, как важно из просто своей квартиры создать именно то, что можно называть домом. И это очень важный фокус, здесь, конечно, дело не только в его размере, не только в количестве комнат, а в том, что это должно быть удобное для жизни пространство, с очень правильным зонированием, чтобы одновременно существовать там всей семьи. И дай бог, эта пандемия закончится, но, безусловно, такие истории, судя по всему, теперь будут повторяться. И поэтому дом – это то, что каждый человек, независимо от его профессиональных навыков, заняться этим вопросом, он теперь может превращение своей квартиры именно в удобное, комфортное жилье. Следующий кадр, пожалуйста, наши проекты можно посмотреть в наших соцсетях в сети на студию. Я еще раз хочу всех поблагодарить, я извиняюсь за технические неудобства и всем спасибо. Спасибо большое, Михаил. Давайте мы послушаем рассказ Дарьи, как раз, раз мы практически начали в перерыве и потом ответим на вопросы, которые возникали по ходу дела. Дарья, вам слово. Спасибо большое, я очень беспокоюсь, что меня могут ждать те же проблемы, что были у Михаила, поэтому будет ли, как вы думаете, могу ли я отключить видео, пока я говорю, потому что все равно все смотрят на слайде. Ну, вы оставляйте пока, если что, отключится, пока вас отлично видно. Хорошо, договорились. Так, тогда давайте запустим презентацию. Она уже включена, вы можете нажимать просто мышкой и будет переключаться. Ага, все, готово. Ну, два слова, так, переключилось, тем не менее, о себе. Я возглавляю компанию Стрелка Аркетекс, это архитектурное бюро, которое было создано компанией Стрелка КБ. В свое время я училась в институте Стрелка и вот после этого стала заниматься различными архитектурными проектами для КБ и на сегодняшний момент возглавляю проектный офис. Я постаралась собрать все самые главные, скажем так, мировые тренды и действительно тут мы с Михаилом очень сильно пересекаемся, то, о чем говорят сейчас архитекторы, что, как нам кажется, произойдет с городом и, как вы видите по цитате Томаса Кампанелла, который я поставила на выходной сайт, на самом деле мы очень сильно будем стараться вернуться к нормальной жизни и к тому, как мы жили до этого, но у нас есть прекрасная возможность, так называемое окно возможностей, это свойство систем, которые предоставляются нам, и когда мы говорим о том, чтобы вернуться к прежней жизни, мы на самом деле можем использовать это окно возможностей для того, чтобы улучшить ту жизнь, которая у нас сейчас есть. Почему это возможно? Потому что пережитый нам мешок, а согласитесь, провести несколько месяцев изоляции это действительно шок, то на самом деле очень много количества решений и каких-то вещей, о которых мы говорили, но мы их обсуждали вот так вот в повседневности или мы надеялись на то, что это произойдет, но в общем очень часто отмахивались от них как излишних. И вот сейчас, когда мы оказались в изоляции, оказались, что многие из этих вещей на самом деле чрезвычайно востребованы и более того, мы, скорее всего, не сможем жить дальше, мы не сможем вернуться к прежней жизни, не учтя их, потому что тогда наша жизнь заметно ухудшится. О чем, собственно, конкретно я говорю? Здесь дальше будет много английских заголовков газет, в смысле на английском языке иностранных заголовков газет для того, чтобы подчеркнуть, что все говорят об одних и тех же проблемах и России не будет исключением. И один из самых главных трендов, о которых, в общем-то, опять-таки, мы воспринимали как несколько излишний, это фокус на экологию. То есть произошедшая ситуация, в которой мир остановился, вдруг, допустим, не знаю, в той же Индии увидели впервые жители городов Гималайи, которые они не видели там последние 50 лет и оказалось, что вообще возвращение к другому, более комфортному с точки зрения экологии города вообще возможно. Возможно в ситуации кризиса, но возможно это сохранить. И поэтому все тренды, которые или все технологии, которые будут позволять сохранить вот это на минуту или там на миг показавшееся нам другое качество жизни, они будут учтены прежде всего потому, что вообще разговоры об экологии идут уже в последнее время особенно активно, но как бы не было вот этого повода воспользоваться этим. И второй, тоже может быть не самый очевидный для архитекторов особенно тренд, который будет безусловно учтен в дальнейших проектах, это фокус на здравоохранение. Дело в том, что здравоохранение это не то, чем занимаются медицинские учреждения, а на самом деле здравоохранение непосредственно связано с городом и конечно это взаимосвязано в первую очередь с экологией, то есть мы понимаем, что в город с высоким уровнем экологии там и здоровее граждане и более комфортная жизнь, но на самом деле не только экология, а например мобильность. Я чуть позже об этом скажу, да, но грубо говоря, когда вы находитесь в частном транспорте и перемещаетесь из пункта А в КБ, вы в одном режиме находитесь, когда вы пользуетесь велосипедом, ходите пешком или используете так называемые мультимобильные средства, то есть переключаетесь с одного на другого, где-то проехали на велосипеде, где-то на общественном транспорте и так далее, то вот эти все истории, они также способствуют более здоровым. Почему? Потому что эта пандемия, во-первых, мы не понимаем, как быстро она уйдет, во-вторых, другие кризисы, вызванные здоровьем, мы сейчас говорим о сахарном диабете, о всех кардиозаболеваниях, на самом деле будут расти, и если мы не примем меры, прежде всего, на градостроительном уровне, то это может привести к действительно трагическим последствиям. То есть мы уже сейчас не можем игнорировать эти истории и притворяться, что как бы их не существует. Ой, как вернуть назад? Простите, перескочила, потому что она нажала два раза. Да, спасибо. И в этом смысле есть такая концепция устойчивого города, она вообще глобально описывает и включает в себя и вопрос экологии, здравоохранения. что такое устойчивый город? Это когда мы понимаем, что множество разных компонентов, которые входят в него, например, логистика или социальные группы, или то, как он управляется, или сам город как некая инфраструктура, они в ситуациях кризиса должны продолжать существовать. Это может быть немножко сложная концепция, но вообще вот кризис как явление, особенно с ухудшением экологии, стал частью нашей жизни. То есть когда на нас обрушиваются какие-то сироганы, когда на нас вот эти катастрофические ливни, которые затапливают центр Москвы. На самом деле это тоже признаки того, что мы переживаем некие необратимые последствия. Если мы опять-таки на уровне градостроительства не учтем то, как система города может в отдельных ее частях независимо существовать, то мы не сможем противостоять этим кризисам. По сути, вот эта система, в которой мы существуем, она будет нарушаться. Поэтому проектирование устойчивого города это все то, что глобально будет занимать всех архитекторов работ еще с городами в ближайшие десятилетия. Потому что мы не успеем очень быстро исправить то, что с нами происходит. Нам нужно принимать ряд решений, которые вот эту историю с копившимися проблемами, с экологией, с здравоохранением будут решать на разном уровне. Следующий слайд. И это пример, как это можно сделать. Есть понятие всяких гибких, адаптивных и локальных инфраструктурных решений. Потому что когда случилась вся эта история с пандемией, у нас оказалось закрыто огромное количество общественных пространств и переполнены больницы. В каком-то невероятном скоростном режиме были построены тысячи квадратных метров новых больниц, в то время как другие общественные здания остались пусты. Если мы говорим о концепции устойчивого города, то как раз в этом городе проектируются мультифункциональные пространства, которые могут менять свое значение в зависимости от той или иной потребности. И сейчас это звучит как фантастика, но на самом деле такие вещи вполне возможны, если их закладывать на стадии проектирования. И совсем такой простой пример устойчивого города, это исследование, которое мы делали совсем недавно, и оно сейчас было опубликовано, и получило очень положительную масштабную ответную реакцию, это проект зеленых крови. Когда мы думали над этим проектом еще до всей этой истории, как я и говорила, какие-то тренды они выстрелили именно сейчас. Почему это пример устойчивого города? Потому что зеленая крыша это не просто кусочек зелени, в котором приятно оказаться более-менее в изоляции, а это очень серьезный инструмент борьбы с кризисными экологическими ситуациями, в которых мы оказываемся, с катастрофическими ливнями, которые во всем мире сейчас обрушиваются на города, прежде всего, что они помогают так называемой серой инфраструктуре, инфраструктуре, которая называется ливневая канализация, принимает на себя ту нагрузку, которую ливневая канализация физически не способна отместить, и мы не можем проектировать ее под те нагрузки, которые сейчас происходят, потому что это слишком дорого и неэффективно будет использовать. Поэтому вот такой инструмент зеленой кровли, он одновременно решает массу проблем, то есть с одной стороны он решает проблему экологии, это дополнительное зеленение, с другой стороны это система, которая реагирует на некие кризисные городские климатические ситуации, и кроме того, это хороший инструмент, который позволит создать некие автономные коммерческие и бизнесы, инициативы, это, например, создание какого-то дополнительного бизнеса на крыше, но еще такой, как этики, кажется, немножко футуристические, например, возможность создать огород на крыше, потому что, например, в Бостоне один из городских огородов обеспечивает район свежими овощами, производя буквально несколько тонн этих овощей, опять-таки, это возможно только тогда, когда мы системно примем это решение, потому что это невозможно в рамках только одной кровли, это, конечно, речь идет о системе этих кровель, которые бы и улучшили экологию, и могли бы работать как некие инфраструктурные объекты. Если мы говорим о центре Москвы, мы провели исследование для ЦАУ, то площадь таких возможных крыж подозеленений составляет около 500 гектаров, это почти где-то на треть мы можем увеличить количество озеленения в центральном районе, где на самом деле озеленения меньше. Это вот был пример такого устойчивого города. Я немножко потерялась во времени, но я сейчас постараюсь ускорить. Все эти решения возможно интегрировать в документе, который называется мастер-план. И создание таких документов опять-таки откладывается нами уже, я имею в виду в России вот как-то как что-то не самое важное, на самом деле долгосрочное планирование с прогнозом на 20 лет это то, о чем мы должны думать, чтобы исправить ту ситуацию, в которой мы оказались, и опять-таки получив урок вот той реальности, в которой мы оказались, интегрировали их для того, чтобы избежать этого в будущем. Есть еще два тренда, которые мы по-прежнему пытаемся отмахиваться, и про них уже сказал немного Михаил, это велосипеды и так называемая пешеходизация городов, это то, что опять-таки уже учитывается мировыми столицами, это то, что уже сейчас происходит, опять-таки на примере по последствиям произошедших в городах, потому что во-первых, все увидели безусловную выгоду антикризисности этих решений, то, что они будут в любом случае существовать, и что бы с нами ни случилось, обеспечить нам необходимый уровень комфорта. И велосипеды, и тротуары для пешеходов это то, что уже сейчас вводится в города, как я сказала, то есть где-то измеряют эту ширину тротуаров, как в Париже, для того, чтобы понять, сколько людей может безопасно тут находиться, где-то Милан уже запустил программу о масштабной велосипедизации, соответственно, вот эта вот история, это то, что уже сейчас происходит, опять-таки, как антикризисная мера, это то, что будет работать и имеет более устойчивый эффект, чем любые другие виды транспорта и способов перемещения в городе. Безусловно, эта ситуация, в которой мы оказались, обратила наше внимание от общественных пространств, о которых мы много говорили, и в мире, опять-таки, Россия тут была в тренде вместе со всеми, на наше личное пространство, об этом уже сказал Михаил, и здесь мы на самом деле уже тоже давно работали над документом, называется стандарт застройки территорий, он рекомендован Минстроем уже в работу, и там как раз норма одна комната на человека учтена, то есть это то, опять-таки, без чего нельзя говорить о том, какое должно быть комфортное жилье и какое оно должно быть в будущем. И кроме обращения на личное пространство, на пространство квартир, и опять-таки, то, уже над чем работают архитекторы, что уже происходит, второе важное направление это полуприватные пространства, то есть отчасти это относится к той зеленой кровли, о которой я говорила, отчасти это относится к дворам, которые так и не заработали у нас в том режиме, в котором подразумевается полуприватное, в каком смысле то есть сейчас это все-таки некое транзитное пространство, в котором некие хаотичные силы управляют как автомобилями, так и озеленением, так и разными площадками активности. Конечно, это та территория, которая должна принадлежать жителям, и ее качество не должно быть меньше, чем то качество общественных пространств, к которым мы уже более-менее привыкли. О дезурбанизации и опять-таки, то, о чем говорил Михаил, я только добавлю, что да, это действительно та вещь, которая кажется, что опять-таки нас не касается, но люди обратились к своим дачам, и также мы обратили внимание на то, в каком не самом потребном виде они находятся, а именно среда вокруг них, поэтому документы, регламенты, которые будут определять некий общий внешний вид, то, как размещается застройка, то, как используются какие решения, связанные с транспортом, парковками, озеленением, это то, опять-таки, что уже разработано, и что будет внедряться, и это как бы некая заброшенная территория, которая ждала, когда мы к ней обратимся, вот сейчас тот самый момент, когда пора, я чувствую, я уже заканчиваю время, мое катастрофическое стекло, но я хочу про общественные пространства два слова, что, скажем так, они останутся в том виде, в котором есть, но какие-то локальные решения на время эпидемии позволят нам ими пользоваться в этом режиме, и, например, цифровые решения, приложения, вот мы делали эту публикацию в Стрелка Маг, о том, как, например, приложение для парка Горького могло бы помочь нам использовать эту территорию даже в ситуации изоляции, когда мы могли бы бронировать какие-то отдельные участки, или там видеть, сколько людей находится в парке, для того, чтобы не идти туда в перегруженный момент, но и два слова о цифровых продуктах, которые мы делаем, это платформа с городскими данными, когда она запустила Стрелка Кабула, эти данные это порядка 60 слоев, которые описывают город, и которые необходимы для того, чтобы разрабатывать как архитектурные решения, и городостроительные, так и могут быть инструменты для девелоперов, то есть, когда мы можем видеть индексы отделенностей, индексы пешеходов, пешеходной активности, все эти данные доступны по подписке, то есть, это инструмент, опять-таки, который позволяет управлять городом на совершенно другом уровне и принимать решения. Но самое главное, и вообще, что показала нам пандемия, на самом деле, что вот эти связи между людьми, они только усилились, и если раньше мы только начинали говорить о том, как важно нам услышать мнение другого, как важно учитывать в проектах, то сейчас это необходимость, и на самом деле произошло какое-то такое потепление отношений между людьми, и вот платформы, которые позволяют вовлекать людей в принятие тех или иных решений, это тоже будет инструмент, который, без которого мы не сможем дальше существовать. Ну вот, скомкано в конце, но все-таки это два важных продукта, о которых я хотела рассказать, которые уже работают, которые уже запущены. в целом пандемия показала нам, что мы единое целое, и очень важно вот эти, именно использовать это окно возможностей для того, чтобы выйти на самый позитивный сценарий. Спасибо. Спасибо, спасибо, Дарья. Михаил, тогда тоже подключитесь, у меня есть на самом деле агрегированный общий вопрос для вас, который, ну, тут много очень интересных вопросов, и сразу подмечу, что очень здорово, что спикеры и участники отвечают на них прямо в реальном времени, там завязывается дискуссия. Кажется, что нам нужно не сохранить такой формат, потому что это и облегчает общее время, и в целом достаточно круто, прям здорово, что разворачивается общение. А вопрос следующий, он вытекает из некоторых там высказываний, кто-то спрашивает, ну, кто-то утверждает, там спрашивает про 4-5-этажные дома, и что раньше так делали, потом прекратили, снова начали. Также, ну, Сергей достаточно активно участвует несколькими вопросами и спрашивает, правда ли, что формат 45 метров на человека это оптимально. Вы утверждали, что зеленые там парки и какие-то особенности огорода в своей квартире тоже очень классная тенденция, которая сейчас отдельно выделилась. Вопрос следующий, как это все сочетается с некой экономикой. Ну, то есть город в первую очередь это экономический проект, где учитано много вещей, и кажется, что персонализация, да, действительно есть такой тренд, но персонализация всегда делается не за счет города, а за счет людей. Я смотрел квартиру, мне тоже очень хотелось огород в квартире, но меньше 50 миллионов я ничего не увидел, что подробно обладал таким балконом. Как это будет сочетаться с экономикой? Возможно ли, что даст возможность достигать этого? Как вы считаете? Похоже, что это у всех больше всего волнует. Я могу ответить, да? Или да? Может, ты начнешь? Нет, давай начнем. Хорошо, я быстро скажу. Во-первых, что касается экономики, у нас у всех формально есть эта крыша над головой, которая никакой экономик сейчас не приносит. Я говорила не о балконе, а о неком полуобщественном пространстве, то на самом деле это некий источник возможного дохода разными вариантами, от того, что это огород, до того, что, я не знаю, спортивный зал, или какой-то ресторан, или еще что-то, то это некая дополнительная площадь, которая на самом деле может работать на вас. Если так вот быстро о том, что, где заложены экономические решения. Но на самом деле надо понимать, что вообще, как бы, комфортное пространство запускает разные бизнес-нативы гораздо быстрее, чем и отсутствующее это комфортное пространство. Поэтому, если мы говорим, например, о более качественной экологии, о здравоохранении, то в таких условиях предпринимательская деятельность будет активнее, потому что, ну, например, пример пешеходизации, то есть, на самом деле, бизнесы, которые развиваются на первых этажах, они рассчитаны, прежде всего, на пешеходов, а не на людей, которые приезжают на автомобилях. Поэтому, такие вот вещи, они взаимосвязаны и работают именно, то есть, на самом деле, экономика здесь и является целью этих решений, а не некой дополнительной функции. Михаил? Ну, я хочу начать с ответа на вопрос. Вот Сергей Мяносиков спрашивает, сколько сейчас считается минимальная комфортная площадь на одного человека? Я считал, что что-то в пределах 45 метров. Мне, я честно скажу, я не знаю этой цифры. Может быть, Дарья знает из их исследований. Но мне кажется, что как раз эта цифра, она не очень-то и важна. Потому что еще на заре своего проектирования, когда был студентом, я делал проекты квартиры. Вот иногда ты переходишь в квартиру, которая 120 квадратных метров, а в ней, в общем-то, полторы комнаты и три окна или два окна на всю квартиру. Поэтому здесь важнее рассуждать не о том количестве квадратных метров, а о других факторах. Вот как раз я могу процитировать здесь Михаила Блинкина, потому что, оказывается, это обеспеченность квартиры, это обеспеченность комнаты, называется rooms per person, RPP, и считается в стране большой семерки, она 1,72 на человека, а нормальным считается больше полутора. В России среднее значение меньше одного. О чем это говорит? как раз о том, что не в квадратных метрах счастья, на самом деле, а и то, о чем говорила Дарья, тоже очень важно, что мы не предлагаем здесь делать гиганты дома, строить с огромными террасами, какие-то совершенно принципиально другие дворы. Сегодня то, что московское жилье уже имеет на сегодня, это все при правильном перепрограммировании может стать этим комфортным пространством. Вот, наверное, каждый из вас видел, в каждой из вас есть, скорее всего, соседка, бабушка, которая во дворе дома, в палисаднике, сажает цветы, убирает мусор, на самом деле, бабушка занимается модным сегодня соучастием. И просто, если московские дворы существующие, как бы, приводить в порядок, то это уже будет вот это semi-public space, полуприватным пространством. И в этом semi-public space не надо будет ставить заборы, потому что, если оно будет, как бы, если оно будет ухоженно, если жители будут принимать участие в уходе за ним, там уже и не так не будут появляться лишние люди со стороны. Поэтому, мне кажется, что и вполне себе квартиру в панельном доме можно сделать комфортной для жизни. другое дело, что мы говорим о том, что сегодня рынок начинает меняться, но пока есть предложения такие, как вот я показывал эти жуткие дома без дворов, где во дворе паркуются автомобили, то здесь странно рассуждать о том, что когда-то появится что-то другое, но на самом деле рынок меняется в том числе под влиянием спроса, то есть когда люди не будут покупать вот это жуткое вот эти жуткие геттообразные человекохранилища, а будут рублем голосовать за нормальный двор, за отсутствие машины под окнами, за безопасную территорию, тогда застройщики будут на это идти. Пока люди покупают в Москве и в Подмосковье практически все, что строится, очень сложно здесь ожидать принципиальных изменений. Извините, если долго. Да, спасибо, Михаил, я прошу вас ответить еще на вопросы, которые там возникают, в частности со стороны города, рассчитывает ли город, что ковид это надолго и готовится к этому, но позволю себе тогда подрезюмировать ваши ответы и спасибо огромное за рассказ, то есть скорее всего ковид может быть катализатором каких-то наболевших изменений в городе, действительно крыши никогда не использовали, меня один раз забирали на полиция за то, что я на крыше у себя сделал небольшой патио и участок и это история, которая может измениться под этим влиянием, ну спасибо за эту надежду, конечно всем очень хочется, дворы и балкончики классные и действительно, когда ты приезжаешь в Амстердам и тебе сдают маленькую-маленькую комнату с одной кроваткой, это все, что ты там покупаешь в центре и к вечеру ты понимаешь, что счастье не в квадратных метрах. Спасибо большое за ваш рассказ, мы тогда двигаемся дальше, переходим к технологическому взгляду на эту ситуацию. Спасибо. Михаил Комаров, приглашаю вас, я так понимаю, у нас еще будет небольшой ролик предварительно. Добрый день, коллеги, еще раз, представлюсь, Михаил Комаров, я являюсь руководителем отдела подготовки сетевых решений сетевого подразделения компании Hiltpacard Enterprise, которое называется Aruba, да, у нас ролик, давайте его запустим. Сегодня мы принимаем руку. Как мы работаем и создаем изменяется. Студы знают, кто мы и как мы двигаемся. Мы вновь связываем и двигаемся с скоростью и идем. Интернет of Things дает нам инсайты в реальном времени. Барриорус к коллаборации нарушены, брызгая идеи из всех в мире. Пол Берлин. Как часть Хюлит Пакард Enterprise, Aruba está рефицией и ИТ Эдж. Empowering the mobile experience Harnessing the power of IOT Our vision for the future is here. Join us. Да, спасибо. И следующие 10 минут мне хотелось бы поделиться своим профессиональным взглядом на технологическое обеспечение решений для удаленной работы. Мы, собственно говоря, в компаниях Хюлит Пакард Enterprise видим существенный спрос на такого рода решения на рынке сейчас по всему миру по вполне понятным причинам. И тут в своем первом слайде мне хотелось бы, наверное, отчасти ответить на вопрос, который был первым задан сегодня в разделе вопроса и ответы, а именно будут ли компании выводить своих сотрудников в офисы как быстро и так далее. И здесь я сделал просто скриншот с новостной ленты достаточно давно, 7 апреля, она мне показалась, эта новость достаточно интересной. Консалтинговая компания Гартнер провела опрос, который показал, что три четверти компании захотели оставить часть сотрудников на удаленке. Там, если дальше почитать, то речь идет как минимум о пяти процентах людей. Почему важна, собственно говоря, технологическая часть? Потому что мы все столкнулись по большей части с неготовностью к нашей неготовности, к такого рода вызовам. По крайней мере, я точно могу сказать за себя. Когда мне потребовалось одновременно обеспечить обучение моих детей онлайн, предоставить жене какое-то устройство для социальных контактов по интернету и одновременно еще самому участвовать в удаленной работе, принимать участие в совещаниях, то выяснилось, что у меня банально не хватает вычислительной техники дома. Не говоря уже о том, что сетевое оборудование просто начало не справляться, потому что, скажем, мои старшие ребята очень любят компьютерные игры и где-то там в промежутке они начинают скачивать из интернета танки, а в это время у меня зум-конференция и это все начинает не очень хорошо работать. Поэтому я предлагаю взглянуть на ключевые аспекты, которые нужно учитывать, когда организация планирует, организовывает, закупает оборудование и, собственно говоря, запускает систему для обеспечения удаленной информации работы своих сотрудников. И здесь мы выделяем пять ключевых моментов, на которые необходимо обращать внимание. Первый это пользовательский опыт или в английской терминологии это user experience. О чем здесь идет речь? Почему, собственно говоря, сегодня большинство людей чувствуют себя в таком напряженном состоянии, в некомфортном, потому что текущая ситуация полностью сломала наши привычки. Я привык с утра приходить на работу, наливать чашечку кофе, заходить, беседовать со своими коллегами. Для моего мозга, который выполнял эту процедуру рутинно на протяжении восьми лет это норма. Как только этого не происходит, я внутренне чувствую какое-то напряжение, что-то не то. Привычки, которые, те самые динамические стереотипы, про которые мы сегодня говорили, которые нужно сломать. Именно отсутствие этих динамических стереотипов и приводит к тому, что мы чувствуем себя не очень хорошо. Так вот, задача при организации удаленной работы, по крайней мере, в части, скажем, подключения к офисной сети, сохранить людям эти привычки, сделать так, чтобы офисная сеть, офисная инфраструктура пришла к нам домой. Например, расскажу, что в компаниях Юльд Паккарт Энтерпрайз сотрудники для подключения к офисной сети не выполняют ровным счетом никаких действий. Они просто открывают свой ноутбук, он автоматически находит сеть, подключается безопасным образом, аутентифицируется и предоставляет человеку именно те права, которые ему необходимы для выполнения своей деятельности. Гостей подключаем, собственно говоря, своим образом, с помощью гостевого портала. И задача сохранить такой же способ подключения для людей, которые находятся на удаленной работе, сохранить им их привычки, чтобы хотя бы подключение к офисной инфраструктуре никаким образом их не нарушало привычный стиль действия и хотя бы здесь, чтобы людям было комфортно. Следующим важным аспектом является безопасность и соответствие корпоративным политикам. Переключите, пожалуйста, на следующий слайд. Тут очень важно, что злоумышленники они отнюдь не собирались объявлять перемирие на время пандемии, на время, когда огромное число компаний переводят своих сотрудников на удаленную работу. Более того, использование устройств не корпоративного класса, а потребительского, там, домашних маршрутизаторов, домашних систем Wi-Fi открывает для злоумышленников, к сожалению, огромные возможности для того, чтобы атаковать эту сеть и получить персональные данные, получить какую-то важную корпоративную информацию. Поэтому при организации удаленного доступа мы считаем крайне важным обращать внимание на безопасность и использовать те системы, которые могут ее обеспечить. Следующая очень важная вещь, с которой мы тоже столкнулись в виде запроса от наших клиентов, от наших партнеров, что многим необходимо перевести было домой, например, офис IP-телефонии. То есть компаниям было необходимо переместить устройство с проводным подключением домой, с IP-телефонами, с принтерами, с другими устройствами. Поэтому крайне важно, чтобы вот такая система обеспечивала дома все виды подключения, Wi-Fi, проводное подключение. На что еще можно обратить внимание? На то, что в некоторых объектах, в некоторых квартирах, в некоторых удаленных, как мы сегодня говорили, в загородных домах, не очень хорошо работает сотовая связь. Так вот, современное решение для удаленного доступа позволяет решить проблему сотового покрытия с помощью Wi-Fi технологий. Wi-Fi последнего стандарта, последнего поколения, Wi-Fi 6 имеет все необходимые встроенные механизмы для того, чтобы обеспечить покрытие сотовой сети с использованием радиочасти Wi-Fi. И это также крайне важно и является одним из аспектов, на которые мы предлагаем обращать внимание. управление. Ну и наконец, на наш взгляд, система должна быть полностью универсальной и обеспечить подключение не только проводных, беспроводных устройств дома, но и выполнять эти функции в дороге. Для этого она должна поддерживать специальное программное обеспечение, которое может быть установлено на любое мобильное устройство, на компьютер, на планшет, на телефон, который построил бы защищенный туннель до непосредственно нашего офиса и обеспечила все те функции, про которые мы с вами сегодня говорим. Следующим аспектом, на который мы предлагаем обращать внимание, это простота установки, инсталляции такого рода решений. Людям зачастую довольно сложно провести какую-то специализированную настройку. Поэтому, на наш взгляд, необходимо рассматривать те продукты, которые выполняют автоматически без каких-либо действий со стороны пользователя, подключения к корпоративной сети, установку всех необходимых настроек, защиту и так далее. То решение, о котором мы сегодня говорим, о котором мы предлагаем, оно как раз позволяет пользователю просто получить дома устройство, точку доступа, подключить ее, во-первых, к электричеству, а во-вторых, к сети интернет. Все дальнейшие необходимые настройки производятся в автоматическом режиме, и конечный пользователь только получает после этого сервис, который ему необходим. Ну и, конечно, IT-служба, предприятие должны иметь возможность централизованно управлять такой системой, отслеживать ее состояние, помогать пользователю и гарантировать безопасность и простоту подключения. Это просто картинка, как может выглядеть такое устройство, как выглядит точка доступа Aruba, которая, несмотря на то, что является решением корпоративным, может быть установлена дома, в загородном доме, на подставочке и обеспечивает как беспроводное подключение, так и имеет порты для того, что можно было подключить, как я уже говорил, IP-телефон, принтер и остальные домашние устройства. Собственно говоря, на этом мой доклад заканчивается. Спасибо. Дальше, во время сессии вопросов-ответов, если у кого-то будут вопросы, если кому-то интересно, как компания Hewlett Packard Enterprise планирует выход своих сотрудников из дома в офис, в какие этапы, что мы делаем внутри компании для защиты людей, то добро пожаловать, с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Михаил. Я постараюсь одним вопросом тире резюме прокомментировать ваши рассказы. Я правильно понимаю, как, наверное, другие участники, что у всех есть свой роутер дома, но сейчас люди, наверное, не могут жить без роутера. Это что-то, что заменяет этот роутер, но что выдает компания, либо что дополняет его, как бы решая проблемы со всем подключением к инфраструктуре? И правильно мы понимаем ситуацию? Алексей, спасибо большое за вопрос. Да, совершенно верно. В текущих условиях, когда нагрузка на этот роутер выросла многократно, когда он начал представлять серьезный интерес для злоумышленников, для того, чтобы через него обеспечить качественную работу, конечно, его необходимо заменить устройством профессиональным, устройством корпоративного класса, которое все эти риски закроет и все проблемы решит. И точно так же вопрос от участников. Как вы считаете, Wi-Fi, ну и вообще пользовательские роутеры когда-то будут заменены, ну то есть кажется, что в ближайшей перспективе 5G сетями или это не произойдет, либо это произойдет, но не так? Да, Алексей, большое спасибо. Если позволите, минуту у меня займет ответ на этот вопрос. Дело в том, что 5G сеть обеспечит нам огромной скорость и это замечательно. проблема заключается в том, что сети 5G предусматривают использование достаточно высокочастотного сигнала, который, к сожалению, довольно плохо проникает в помещение. И здесь мы вполне вероятно придем к ситуации, когда Wi-Fi будет использоваться как радиочасть для сетей 5G внутри помещений. То есть мы вполне возможно получим в будущем картинку, когда на улице мы будем пользоваться сетями пятого поколения, заходим в любое помещение, где стены существенным образом ослабляют сигнал, где сигнал с сотовых вышек не позволяет нам получить те скорости, на которые мы рассчитываем, и наш с вами телефон в автоматическом режиме прозрачным будет подключаться к Wi-Fi внутри помещения и получать и сотовые сервисы, звонки, смс, МММ и так далее. И, собственно говоря, сервис подключения к интернету уже непосредственно через Wi-Fi. Вот мы видим эту ситуацию таким образом. Ну, то есть, опять же, позволю себе резюмировать, то есть, сейчас мы втыкаем LTE модем, там 4G в роутер, чтобы работало, а точно так же будет 5G, просто интерфейс все равно будет Wi-Fi. Не только 5G, мы просто будем с вами заходить в помещение или заходить к себе домой, и наш сотовый телефон будет автоматически отключаться от сотовой вышки, подключаться к нашему домашнему роутеру и получать сервисы мобильных операторов прозрачным образом через Wi-Fi-инфраструктуру. Ну, вот пользователь еще пишет про то, что есть Wi-Fi offload, это некая еще какая-то стадия. Я думаю, что эту дискуссию можно развернуть как раз так в переписке, потому что, наверное, есть еще одна технология. Ну, примерно понятно, да, спасибо, что рассказали. Как бы, не знаю, что тема очень техническая, но мне кажется, актуальная, потому что даже мы, как IT-компания, столько намучились с разными заказчиками или какими-то нашими знакомыми, которые просто говорят, я не могу настроить эту удаленку, то есть у меня какая-то проблема. Конечно, хорошо, чтобы это работало как plug-and-play, такой современный подход. Ну, да, мы переходим к главному спикеру. Извините, Михаил, последний вопрос. Вы сказали, можете ответить. Односложно. Насколько быстро HP перешел на удаленную работу? Буквально в один день. Ну, ладно, ответ неплох. Ладно, спасибо большое, Михаил. Тогда вопросы какие-то есть, можно задавать прямо их в чате либо в вопросах-ответах. Там разворачивается очень интересная дискуссия. Советую всем обратить на это внимание. Мы переходим к следующему спикеру тоже с технологическими решениями. Сергей, приветствую тебя. Сергей, напоминаю, директор департамента инженерных и мультимедийных систем PROC. Твое время. Всем привет, коллеги. Рад всех видеть, слышать. Управление передали, да? По преде? Да, да. Просто нажимай на кайф. Да, окей. Спасибо. Соответственно, я хочу немного остановиться на более прикладных вещах, то есть это технологии, которые по нашему мнению будут востребованы при таком плавном переходе и выходе, собственно говоря, людей в офисы. Сейчас, секунду. Чем мы занимаемся? Я немного просто расскажу. Наш департамент выполняет достаточно сложные комплексные проекты, и я просто вижу, что некоторые из наших клиентов сейчас присутствуют здесь. Всем, собственно, привет. Все проекты там как или иначе связаны с инженерной инфраструктурой и мультимедийной. Соответственно, расскажу немного об этом. все знают, собственно говоря, что начало эпидемии было в Китае, собственно, эпицентром этого события стал город Ухань, и было бы логично посмотреть на то, что происходит у них сейчас, как они, собственно говоря, выходят из кризиса, как они выходят в офисы, как они организуют общественные пространства, что у них происходит со спортом, здесь есть несколько иллюстраций и картинок, собственно говоря, как выглядит текущая работа. Это, насколько я помню, фотографии, сделанные на заводе Ленова. На самом деле, жизнь достаточно сильно там изменилась, вот, все очень стало стандартизировано, история там с пластиковыми перегородками, про которые уже говорили, там, дезинфекциями и хождение там по коридорам по графику, собственно говоря, это является текущей данностью там предприятий, там, в том числе и в Китае, там, и в отмирающих коронавирусах там областях, в Италии, например, в том числе. Собственно говоря, коллеги очень сильно постарались, и этот тренд видно, что сейчас прослеживается и у нас, и появление новых ранее там сильно незадействованных технологий кажется на текущий момент времени там достаточно востребованными. Это в том числе и наши регуляторы способствуют этому. Например, видим сейчас там несколько таких серьезных трендов, которые работодатели и компании обсуждают, в том числе обсуждают с нами, консультируются относительно как мы будем выходить в офисы в период окончания коронакризиса. Понятное дело, что скорее всего уже не будет так, как раньше, и то, про что многие спикеры до меня говорили, относительно гибридной модели, кажется, что будет все больше и больше набирать обороты. Собственно говоря, небольшой офтоп, мы проводили опрос внутри департамента у себя относительно сотрудников, так как мы все находимся в данный момент на удаленке. Кто хочет в офис, а кто хочет работать из дома? Естественно, там есть и те, и те представители и того, и того направления, собственно, что интересно, разделились приблизительно так. Очень хотят работать дома и очень хотят прийти в офис. Вот. Для тех, кто, собственно говоря, посещает офис у нас в том числе развернута история с термометрией. Это интересно очень решение, которое интегрируется со СКУДом, систему контроля управления доступом и позволяет в онлайн-режиме отслеживать температуру собственно входящего потока сотрудников, при этом персонально никого не останавливая, но в случае, если мы видим, что температура тела того или иного субъекта там превышена и не попадает в определенные параметры, то есть алерты, которые попадают ответственными и этот вопрос решается. Также, на мой взгляд, там это самый серьезный тренд, который сейчас существует, это биометрия и, собственно говоря, достаточно большое количество вариантов, в том числе и наших клиентов и партнеры все об этом говорят и все понимают, что рынок и без того быстро развивающийся начинает развиваться еще быстрее и этому способствует текущая ситуация с пандемией. Соответственно, там достаточно большое количество вариантов, начиная от сетчатки глаза, заканчивая венозными рисунками руки, собственно говоря, позволяют организовать работу в офисе таким образом, чтобы минимизировать количество контактов сотрудников, посетителей с любыми типами и видами поверхностей, которые, в свою очередь, могут сильно аффектить на количестве случаев заражения и так далее. Также обсуждаются очень активные истории с управлениями в интернете есть достаточно большое количество веселых роликов относительно управления лифтом, голосовое управление. То есть, если кому интересно, можете поискать, посмотреть. Это, в принципе, тоже решение, которое находится в тренде и кажется, что в самом ближайшем будущем 3D-биометрия и в целом биометрические решения займут очень весомую часть офисных пространств. Это относится там и к системам контроля управления доступом и относится к системным доступом в определенные помещения, не говоря уже о развитии биометрии с точки зрения банковских услуг и так далее. Кажется, что это супертренд. Также хочу сказать, что многие компании на текущий момент времени прорабатывают свои стратегии собственно говоря вывода сотрудников обратно в офисы в том числе и мы это делаем и большое внимание уделяется системам, которые относятся к жизнеобеспечивающим то бишь вентиляции и кондиционирования и этому уделяется достаточно большое внимание. Собственно говоря, здесь может быть только очень короткая рекомендация, которая принимается собственно всеми, что прежде чем выводить сотрудников в офисы очень желательно провести техническое обслуживание всех жизнеобеспечивающих систем. Это тоже тренд, это нужно делать и более того, кажется, что текущая пандемия это у Любы было на слайдах, что с 2002 года у нас так или иначе постоянно возникают какие-то кризисы в области здравоохранения и появляются те или иные птичьи гриппы, коронавирусы и так далее. И история с модернизациями жизнеобеспечивающих систем тоже на текущий момент времени очень актуальна и большое количество ответственных работодателей уделяет этому усиленное внимание. В целом, собственно говоря, о том, как изменятся офисы. Кажется, что об этом уже многие говорили, вкратце остановлюсь, что это будет очень гибкая история, что OpenSpace будут отмирать. Не могу не поделиться, у нас в офисе сделали такие тихие комнаты для разговоров, очень крутая тема. И история с мобильными местами, собственно говоря, тоже очень актуальна, когда часть сотрудников, которым как раз нравится работать из дома, может посетить в офис для того, чтобы пообщаться с коллегами и, собственно говоря, попользоваться этими мобильными местами. Умная инфраструктура, это как раз то, что касается в том числе биометрических систем, системы мониторинга параметров. Это в том числе на текущий момент времени достаточно серьезно востребовано. И это касается не только управления доступом, это касается и большого пласта систем видеонаблюдения. Это актуально в том числе и для стадионов, и для парковых зон. На это есть сейчас серьезный запрос. Я, собственно говоря, по текущему, по обзору таких основных решений, которые есть там, в принципе, рассказал. Это основное, биометрия, это контроль управления доступом и история с подготовкой офисов к выходу сотрудников. Вместе с этим хочу дополнить еще свой пламенный спич двумя вещами. в рамках проработки, собственно говоря, выхода на удаленную работу и анализа того, что будет сильно востребовано нами и нашими компаниями, партнерами, клиентами, мы сформулировали два, если можно так выразить, портфеля решений. Один из них это для компаний, которые испытывают сильный рост в период пандемии и которые собственно говоря развиваются. И второй портфель решений для компаний, которые в период пандемии собственно говоря испытывают некоторые сложности с переорганизацией и стараются восстановиться и набрать обороты собственно говоря которые были до кризиса. Если кому-то интересно можете обращаться ко мне можете в чате обращаться собственно говоря мой телефон несложно найти. Также по QR-коду либо по прямой ссылке можете пройти и посмотреть что эти портфель решения представляют. Я очень надеюсь что всем будем здоровые и что все мы так или иначе в какой-то момент времени вернемся в офис в живую увидим коллег и сможем собственно говоря попить вместе кофе. У меня на этом все. Большое спасибо. Не болейте пожалуйста. Спасибо большое Сергей. Несколько вопросов. По части из этого вопроса так получилось что у нас сегодня два спикера из компании Крок. Один спикер рассказывал про офис Любовь а другой про то что мы представляем бизнесу Сергей. И соответственно вопрос был от Марины Сергей назовите основные тренды в инженерке после пандемии Любовь уже частично ответила но я его чуть перефразирую можешь ли ты назвать какие-то истории которые было бы здорово сейчас купить под контекст ковида но они были бы очень полезны потом в работе условно говоря когда приходишь на концерт и пока ты найдешь где-то купить что-то выпить или поесть то он уже может закончиться а что-то что тебе потребуется и после например как майка Интересное сравнение ну это сто процентов все темы которые касаются контроля управления доступом точно совершенно все биометрические решения ну кажется что их через какой-то момент времени просто других не будет вот и ну это вполне себе здравые инвестиции очень прогрессивная плюс ко всему все прекрасно понимают что если какое-то время назад там тема с биометрией казалась несопоставимо дорогой с классическими решениями то сейчас это вполне себе на уровне и точно совершенно там оборудоваться подобными решениями вы не прогадаете и не потеряете ничего у них есть очень разная очень разного класса я знаю что ну твой департамент поправит меня но вы как раз отвечали за проектирование офиса самого крок наверное с любой вы много сотрудничаете на эту тему какие именно как на правах сапогов сапожника какие именно у вас используются у нас ну как помимо классического скуда у нас есть собственно говоря вход в офис через сканирование 3d модели лица можно всегда прийти посмотреть потестировать и конкретно у нас на этаже на демостенде и так называемые электронные ключницы которые есть на каждом этаже у нас у всех по карточкам у нас по венозному рисунку руки это что-то тоже уникальное для человека да ну то есть сетчатка глаза отпечатки пальцев и венозный рисунок и если кого-то там смещает отпечаток пальца то это опять же не тактильная история отпечаток пальца можно снять не дотрагиваясь ни до чего поэтому да 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 вот это это лично для меня большой инсайт в этой ситуации выйдем в офис Лех я тебе все покажу спасибо вам спасибо большое это очень круто оставляйте вопросы Сергею Сергей может на них отвечать дальше в онлайне также там переходите по QR кодам и мы сразу узнаем ваш бизнес растет или наоборот сталкивается с проблемами в рамках этого кризиса поэтому будет интересно напоминаю что все презентации спикеров в том числе и Сергея появляются прямо онлайн в нашем чатике в телеграме и можно их скачивать там обращаться дальше надеюсь это удобно и все уже разобрались как зайти и как найти спасибо большое тогда мы переходим дальше я прошу тогда выйти Максима Демидова директор по развитию клиентского опыта азбуки вкуса Максим ваша отрасль как раз должна перейти наверное под QR коду рост и развитие расскажите что происходит Максим есть какая-то у нас сложность с Максимом давайте пока запустим опрос опрос сейчас появился у всех перед экранами это некая статистика это некая статистика да коллеги Максим кажется задерживается либо какие-то у него обстоятельства поэтому вы видите все сейчас опрос этот опрос как результаты всех опросов будет в чатике тогда результаты перед вами давайте мы тогда перейдем к следующему спикеру точнее к двум спикерам и если Максим вернется к нам то мы продолжим с его рассказа как только он вернется тогда в этом случае я попрошу организаторов перемотать слайды и мы даем слово Андрею Вашову и Анне Фрай компания Schneider Electric со своим взглядом на платформу и на то что лежит в основе всех этих цифровых технологий для пандемии пандемии о пардон мне коллеги говорят что сейчас Максим вернется все ждем несколько секунд извините Анна Андрея за ложный старт но скажу вам что Андрей очень активно отвечает на вопросы онлайн за что огромная благодарность это прям круто выглядит как сообщество но извините возвращаемся к Максиму Максим здравствуйте еще раз ваша презентация извините чуть было не прошли дальше да вы меня тоже простите что заставил вас немножко поднервничать и подождать вот отключался на несколько минут вот такое время нынче все немножко на нервах да нет нет нервов-то никаких нет все хорошо просто важно чтобы других коллег не подвести с таймингом вот тогда я включаю свою презентацию сейчас дайте мне несколько секунд но пока включаете несколько секунд презентацию наверное задам вопрос который всех реально волнует потому что непонятно вырос объем бизнеса у ритейлеров продуктовых или же он стал просто рваным и больше стал чек но реже визиты мне трудно сказать за все компании в целом по статистике которым мы отслеживаем ежемесячно то продуктовый ритейл конечно вырос и значительно вырос с канала диджитал по понятным вполне причинам но суматоха которая происходила дважды в режиме пандемии она конечно обвалила полностью весь комфорт и клиентский опыт который был всегда связан с некими с некими ожиданиями и удовлетворенностью я не буду говорить про всех ритейлеров я думаю что они со себя скажут сами но в азбуке вкуса были моменты когда мы действительно работали ниже тех ожиданий которые сложились в нашем бренде в нашей аудитории и мы за это всячески приносим и приносим приносили и приносим прощения сейчас потому что конечно такой всплеск спроса на канал интернет у нас точно не было я думаю что и у большинства других ритейлеров он вырос почти в два с половиной раза вот ну а сейчас уже все более-менее стабилизировалось и конечно как и всегда все в жизни человек показывает себя как всегда существом самым адаптивным и если происходит в жизни какой-то сильный вызов то как правило человек за некоторое количество времени находит решение для того чтобы ответить на него вот поэтому так же как и нам понадобилось некое время некая пауза для того чтобы все-таки вернуть тот клиентский опыт к которому привыкла наша аудитория мы даже от заказов от некоторых отказывались специально для того чтобы стабилизировать ситуацию вот с клиентами вот тогда если вы не против я перейду к презентации давайте давайте я думал что вы уже даже перешли в рассказ спасибо для начала меня Анна попросила подготовить несколько слайдов вот честно говоря для меня это большая честь никогда не выступал на подобных мероприятиях всегда это и опыт для меня и возможность рассказать о компании и о ситуации в которой мы оказались чуть-чуть шире чуть больше вот если у вас будут вопросы то задавайте их в том режиме в котором это сделал и озвучил Алексей я с удовольствием на них постараюсь ответить вот итак азбука вкуса вы знаете у нас если сравнить с другими ритейлерами то частота визитов наших клиентов даже выше выросла чем у других московских и всем известных сетей я на одном из вебинаров как раз две недели назад обсуждал это с коллегами из других форматов розничной торговли и они говорят о том что азбука вкуса растет быстрее чем другие просто потому что в ней всегда ты чувствуешь себя безопасно раз а во-вторых эмоциональный опыт который ты там получаешь он наверное один из самых лучших среди других игроков индустрии а люди соскучившиеся по каким-то впечатлениям эмоциям и какому-то интертейнменту конечно идут в то место в котором они могут это получить когда вся хорика и другие территории подобных ощущений полностью закрыты так вот какой вывод мы для себя сделали то что позволило нам действительно сохранить себя свое имя и получше разобрать наш бизнес на молекулы мы для себя увидели вот два таких столпа на которых мы сейчас строили наши стратегии в текущей ситуации первое это безопасность причем безопасность как с точки зрения здоровья так и безопасность с точки зрения какой-то уверенности потому что действительно в такой дестабилизированной ситуации любая промашка любое расстройство оно приводит еще к большему стрессу а второе второе вторая сущность успешного развития бренда это впечатление потому что как в переводе даже с французского языка вы знаете это как имперацион некий след памяти то есть люди всегда хотят впечатлений всегда хотят некого вовлеченности и уникального теплого к себе отношения и наши стратегии вот в такой тяжелой ситуации мы как раз строили на развитии вот двух вот этих направлений для того чтобы лучше раскрыть то каким образом мы это сделали я хочу вас несколько постараться перенести в то чувство когда вы находитесь в театре и присутствуете на каком-то представлении и вот оно начнется причем вы много слышали много видели много изучали и у вас некое впечатление некие ожидания о представлении уже сформированы но насколько оно будет соответствовать вашим ожиданиям или превзойдут это это всегда загадка и именно вот это удивление вот это предвкушение оно всегда разогревает интерес человека и вот эти вот эмоции они как раз то что мы хотим в своих магазинах при любом контакте в принципе с нашим брендом развивать создавать и строить потому что впечатление именно то что отличает нас от многих других ритейлеров и давно уже в принципе я думаю что в разных развитых экономических странах управление клиентским опытом которое как раз отвечает за впечатление и за некий комфорт удобства это направление достаточно хорошо и активно развивалось вот я не буду рассказывать все эти цифры которые показаны здесь но что хочется отметить это то что действительно фокус на лояльности фокус на комфорте и на удовлетворенности клиента который считает вас своим лучшим местом получения уникального рационального эмоционального опыта это как раз главное направление которое изучает кастом экспириенс девелопмент и вот именно на этом мы строили свою стратегию фокусируясь как раз на безопасности и впечатлениях и чтобы перейти каким-то уже приземленным адекватным понятным для всех вас сущностям хочу показать один слайд который на мой взгляд очень хорошо раскрывает эту концепцию впечатлений потому что особенно особенно сейчас вот в этом режиме такой изоляции когда мы отключены от внешнего мира и нашим единственным источником счастья и какого-то вербального общения становится наш телефон то конечно вот эти эмоциональные физические ощущения радости счастья и эйфории они как раз и выстрелили настолько сильно что люди это начали буквально ощущать на своих кончиках пальцев и к этому всячески стремиться вот для того чтобы как-то написать это более понятно чуть-чуть фундаментально и добавить в это какой-то научности я вот на этом слайде постарался для вас вот эту прогрессию экономической ценности изобразить то есть иными словами если посмотреть на историю развития экономики последних двух или трех столетий то она развивалась вот по такому сценарию иными словами вначале происходили и формировались открывались компании которые работали на рынке сырья если приводить пример с кофе всем известный то появлялись компании которые по сути свои были сфокусированы на том чтобы производить сырье после этого конечно это стало не так удобно для физического потребителя и многие компании уже начали перепроферироваться и открывать ниши в которых закупая сырье начали готовить уже готовые продукты которые потом находили своего потребителя если привести пример опять же с тем же самым понятным для всех напитком кофе то появились компании которые уже начали фасовать зерно и продавать его вам или продавать его вам в виде растворимого кофе это уже повышало ценность в глазах каждого потребителя потому что он экономил время он уже больше имел гарантии безопасности в том что ожидания его совпадут с тем продуктом который он покупает но все равно все равно этого было недостаточно потому что естественно человеческая потребность и наши требования ко всему что развивается вокруг нас оно растет и если опять продолжать эту историю с кофейным напитком то около 20-30 лет тому назад в некоторых странах я думаю что чуть раньше если говорить о Старбаксе то начали подкрываться кофейни которые начали вам предлагать уже готовые чашки кофе и это для вас еще повысило ценность приобретаемого продукта потому что вы стали меньше тратить время на его приготовление сразу покупать его готово причем в то время в которое вам наиболее удобно так вот это если говорить про сервисную составляющую потом трансформация отрасли продолжала свое развитие и теперь представьте что если кофе который вы покупаете в растворимом в растворимом виде в упаковке от нас в магазине то чашечка одной кофе стоит около 10 центов если вы приобретаете чашку кофе в кофейне то чашка кофе может достигать цены до 3-4 евро если говорить про Европу или Соединенные Штаты не буду говорить пример о России а теперь представьте что если вы этот кофе покупаете уже вот на этой площади в Венеции на площади до Марко и чашка кофе стоит почти 16 евро вы сидите на этом не так не самом удобном стульчике за практически пустым столом накрытым скатертью смотрите на все что вокруг вас происходит фотографируйтесь со своими родственниками друзьями или знакомыми и совершенно спокойно уверенными в себе вы оплачиваете вот эту чашку за совершенно безумные деньги это уже становится впечатлением потому что это уже действительно влияет на ваше состояние счастья и память так вот если говорить языком клиентского опыта то все что находится на прогрессе ниже вот этой горизонтальной оси то это все то что делаем мы когда говорим о сэкономленном времени когда вы просто приходите в магазин экономите время потому что вы уверены в том что вы купите то что вы хотели купить это все что называется юзер экспириенс или все то что компания делает для того чтобы вы тратили время ровно столько вы планировали потратить а самое важное самое ценное на котором сейчас будут фокусироваться большинство из компаний которые хотят построить самую высокую лояльность это как построить впечатление как сделать так чтобы время которое вы провели в магазине не просто соответствовало тому количеству которое вы ожидали а чтобы вы еще получили уникальные впечатления или если говорить языком нейромаркетинга достаточно ощутимый выброс дофамина в крови так вот Азбука как раз это та компания которая весь свой бренд свой успех и позиционирование на рынке выстраивала как раз вокруг вот этой концепции и не так давно мы поняли что просто вот так вот не структурировано направлять свои ресурсы инвестиции интеллектуальный труд на создание впечатлений не понимая в каком месте в какой точке контакта с покупателем они будут иметь самый высокий возврат инвестиций мы как уже для всех понятным языком буквально вот около двух месяцев назад во время как раз погружения всей планеты в этот режим самоизоляции построили вот такой как сейчас модно говорить путь клиента или customer journey map и все эти элементы которые вы видите сейчас выкрашенные красным цветом это как раз все те точки контакта нашего покупателя с нами которые или имели негативный окрас с точки зрения впечатлений или имеют достаточно большой потенциал с точки зрения их создания и по каждой такой точке естественно мы анализировали не буду сейчас давать подробности каким образом потенциал который мы могли бы реализовать с точки зрения воздействия на покупателя это пример того как это выглядит с точки зрения онлайн каналов и для вас это может показаться шоком или достаточно вполне приемлемым но мы вывели для себя больше 700 контактов с клиентами в онлайн канале которые могли бы дать достаточно ощутимый рост удовлетворенности коллеги я предвкушаю наверное или ожидаю вопросы которые у вас могут появиться в ходе этой презентации потому что многие из вас так же как и наши уважаемые клиенты говорят о том что вы вначале стабилизируете ситуацию с базовым опытом а потом говорите о некой фантастике о которой я вам сейчас рассказываю так вот идея основная заключается в том что вот то что находится ниже горизонтальной линии касается сэкономленного времени это этим занимается некое подразделение user experience а все что создает впечатление и уникальные следы в памяти это как раз подразделение кастомленкспириенс который выстраивает вот эти интересные схемы если говорить дальше то конечно для нас для всех онлайн канал пока для азбуки вкуса не является самым ценным центром воздействия на клиента мы уверены в том что он не являлся таким ценным до того как мы попали в эту ситуацию всем известную нам он стал более важным для нас во время этой ситуации но мы по-прежнему не верим в то что в магазинах где цен где ценен именно опыт ощущения приобретения и контакт этот канал станет более важным или таким же важным с точки зрения влияния на бизнес как канал офлайн поэтому наш бизнес действительно пока сосредоточен непосредственно на том что вы видите посещая наши магазины и поэтому для них мы тоже теперь уже очень хорошо знаем и понимаем в каком месте какой сервис какой контакт улучшать того чтобы действительно впечатление было максимально интересным приведу простой пример потому что многие эксперты когда мы с ними беседуем на эту тему они когда слышат слово впечатление начинают говорить о том вы что будете шоу какие-то программы устраивать в своем магазине концерты организовывать или звезд каких-то приглашать или еще что-то честно вам скажу честно говоря потенциал вот в этом впечатлении за которым приходит покупатель причем неосознанно выбирая тот или иной магазин оно лежит практически в любом поле контакта с человеком то есть иными словами просто продажа продукта на полке каждому из клиента это упущенная возможность упущенная возможность сформировать впечатление упущенная возможность передать своему покупателю свое отношение а компании которые действительно строят отношения центричную модель они как раз будущем будут занимать самые близкие места в сознании и долгосрочной памяти клиента так вот мы как раз в своей стратегии стараемся максимально находить точки контакта где наш человек в нашем магазине может действительно вот это отношение клиенту передавать если приводить какой-то очень простой и понятный для всех нативный пример может быть кто-то из вас этот опыт уже испытывал в магазине но если вы как клиент приходите к нам и просите у нашего продавца грубо говоря почистить вам рыбу то сейчас это происходит таким образом вам эту услугу может даже не предложить ваш продавец с которым вы общаетесь продавец который у вас эту услугу получает он отворачивается к вам спиной молча берет очень красивый правильный аксессуар с помощью которого будет происходить оказание этой услуги молча это делает потом упаковывает вам это передает и говорит вам ну возможно какое-то теплое слово представьте теперь когда мы говорим про впечатление то человек который предлагает вам эту услугу чтобы вам можно было самостоятельно не тратить время почистить требу в нашем магазине то он из этого может сделать целое представление он вам может рассказать для чего для какого блюда каким образом можно рыбу почистить как правильно это нужно делать какое блюдо можно приготовить из того каким образом эту рыбу можно насервировать какими правильными инструментами это можно сделать и из этого уже получается некое представление в которое максимально вовлечен клиент так вот по нашим последним оценкам во время посещения нашего магазина каждый клиент имеет порядка восьми точек контакта с нашими людьми которые могут с помощью вот этого разговора некого вербального контакта влиять на подсознание и на впечатление клиента для каждой такой точки контакта выстраивается уникальный алгоритм операции с помощью которых как раз и происходит вот это создание впечатления и это конечно не просто операция не просто представление это еще и определенный портрет человека который может вот так вот интересно и эффектно воздействовать на нашего покупателя что по итогам этого представления этого анализа нашей стратегии получалось вот это некая карта движения нашего покупателя и вы видите например точки которые имеют более более яркие отметки это как раз то поле которое мы сейчас определяем для себя как основные коллеги мне пишут что у меня заканчивается время вот я тогда перейду вот к последнему слайду для того чтобы много об этом не задерживать других коллег вот последнее что хочется сказать что даже если вы формируете некое впечатление у клиента то каждая из этих историй каждая из этих элементов контакта с покупателями она конечно должна иметь определенную систему метрик и обратной связи при этом не только от клиентов но и с точки зрения бизнеса как влияние на конкретные экономические метрики вот коллеги я прошу прощения я наверное заканчиваю на этом свое выступление для того чтобы коллег зададим вопрос наводящий вы рассказали действительно там очень комплексный взгляд на то как сделать этот экспириенс людей лучше конкретно с примером рыбы то есть я думаю что экспириенс может быть совершенно разным например мой самый положительный опыт в этой части был как раз в том что я попросил почистить мне рыбу сказал что подойду там через 5 минут не буду ждать и смотреть как люди чистят рыбу я в принципе с этим процессом но человек который это сделал просто нашел меня в магазине и дал мне прям положил просто в тележку что вот это мне было просто идеально вообще никаких напрягов то есть я предполагаю что очень важно учесть путь каждого и вы сделали там столько этих версий скажите какие-то изменения вот сама эта ситуация с коронавирусом наложила на клиентский опыт на то как вы переосмыслили стратегию и наверное сейчас для них лучше всего это там не там тонко нарезанный хамон при них а какое-то именно условие чтобы это было для них комфортно да ну это вполне я думаю что вполне причины понятны многие наши потребители выбирают сейчас наши форматы потому что в них безопаснее не только потому что наш персонал в магазинах носит все эти защитные средства но и потому что меньше покупателей находится в зоне охвата и это снижает риск заражения второе в том что всячески так или иначе мы демонстрируем и выполняем все меры безопасности для того чтобы продукты находились в правильных защищенных от внешнего воздействия покупателей местах мы очень много уделяем внимания гигиене всех тех инструментов аксессуаров которые используют наши покупатели для их для применения внутри магазинов вот кроме всего прочего конечно мы ведем очень активную маркетинговую внешнюю коммуникацию где всячески рассказываем о том какие меры мы используем для того чтобы ваш опыт ваша безопасность в наших магазинах максимально была сохранена вот и поэтому наверное мы отчетливо это видим на динамике наших на сегодняшний момент показателей еще есть несколько вопросов из чата быстро спасибо за это мы это все замечаем и очень ценим в азбуке вопрос считаете ли вы что онлайн ритейл под воздействием переменил как-то вашу стратегию и в будущем вы будете делать больше ставку на онлайн ритейл в том числе в клиентском опыте или это временная мера я не думаю что мы будем делать ключевую ставку на развитие онлайн канала повторюсь потому что наш клиент выбирает нас за то что он испытывает внутри магазина вот конечно мы еще раз переоценили важность развития диджитал каналов поэтому конечно ресурсов теперь на них будет направлено больше и внимание наших проектных команд тоже естественно будет многократно увеличено но повторюсь это не то чтобы этот канал займет нашим товаробороте больше 5% в перспективе следующих 3-5 лет это факт спасибо большое там есть еще несколько вопросов например в части того там кто делал вам экспертизу но я прошу вас если вы можете ответить лучше онлайн на эти вопросы они такие более точечные вот прям в режиме вопросов и ответов там можно написать свой комментарий мы бы это очень оценили спасибо за ваш рассказ мы переходим дальше по программе теперь приглашаю Андрея и Анну Шнайдер Электрик здравствуйте коллеги здравствуйте мы готовы меня зовут Андрей Ивашов мы сегодня с Анной постараемся рассказать как устроено то на чем все держится абсолютно верно мы с Андреем работаем в компании Шнайдер Электрик и Шнайдер Электрик занимается автоматизацией всего что связано с энергией а также цифровизацией и мы расскажем как следить за здоровьем инфраструктуры но перед этим я бы хотела запустить видео очень короткое динамичное чтобы вы больше узнали о компании Шнайдер Электрик и поняли чем мы занимаемся стекля McDonald's на наряду world is full of people telling you who to believe they are what we thought we'd tell you who were not let's start here we're not in shipping we don't make lifts seriously no lifts we do this we're good at this И мы создадим все эти. И даже если вы найдете нас здесь, и здесь, мы не создадим энергии. Мы создадим ее. И вы создадите оборудование, тоже. Мы создадим компанию интернет-копанией? Мы связываем и поддерживаем все вокруг вас. Помним машинам общаться с другими другими, и к вам. Создадим ваш мир более личный. Мы создадим большие вопросы, и ответим их honestly. Как мы можем сделать большую часть нашей энергии и ресурсов? Или можем мы сделать акцессу к энергии и дигитам? Басик, human rights. Мы реальные люди. Уплое, разработчики, партнеры, инвесторы, и инвентеры. Все пасшиные о том, что делать то, что будет право. Мы открыты. Умансы из всякой формы, все вокруг. Ученивают друг друга, и о другом друге. Ученивают друг друга. Мы не здесь, чтобы спасать мир. Это будет продолжаться, с нами или без нас. Мы здесь, чтобы помогать поддерживать и связывать, что ты делаешь каждый день. Чтобы осуществить, что жизнь происходит везде. Для всех, в каждом моменте. Ну вот, сейчас вы намного больше знаете про компанию Schneider Electric, а мы хотим именно погрузиться в IT-системы, именно в тот фундамент, платформу, на которой все держится. И, собственно, здесь я бы хотела пригласить всех наших участников метапа. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, свое мнение в чате, как изменилась ваша жизнь, что произошло, может быть, какие-то личные челленджи. Это было бы очень интересно почитать, обменяться этим опытом. Да, моя очередь, да. Ну, собственно, да. Мой опыт накануне изоляции был самым передовым, так скажем. Я, на самом деле, несколько, так скажем, консервативен, но накануне я понял, что мне нужно эвакуировать семью, всех обслуживать, обслуживать, поэтому фактически за одну неделю я воспользовался, никогда этого не пользовался, каршерингом, грузовым каршерингом, телемедициной, заказом продуктов на дом. Вот. И теперь, на самом деле, все наши, мои родственники в безопасности и даже в комфорте, а я могу продолжать работать, вот как я делаюсь это сейчас. То есть, на самом деле, за последние два месяца я освоил около десятка новых цифровых технологий. Ну, про Microsoft Teams или Zoom вы, конечно, слышали. Моя семья вся была обеспечена тоже новыми технологиями. Кто-то получил подписку Microsoft 365, кто-то YouTube Premium. Вот. Но это не только про меня и мою семью. Я думаю, что все получили импульс и начали что-то осваивать новое. Да, импульс абсолютно точно получили все. И дома у людей, в организациях все получили какой-то новый опыт. Появился именно катализатор цифровых технологий. И здесь я хочу поделиться с вами некоторыми данными уважаемых аналитических агентств. То есть, за 2019 год более 35% приложений 5G, они были сосредоточены в секторе коммунальных услуг. Это говорит нам о том, что интернет вещей развивается достаточно быстро. Пятикратный объем больших данных, рост объема генерируемых данных ожидает компания IDC. По данным на 2018 год. То есть, к 2025 году от 33 зетабайт до 175 зетабайт. Это тоже колоссальная история. Далее, про искусственный интеллект. В шесть раз глобальные затраты на когнитивные системы и системы, которые связаны с искусственным интеллектом, вырастут к 2022 году по сравнению с 2017. Таким образом, мы видим, что и данные аналитических агентств, и личный опыт людей, вот то, о чем как раз Андрей рассказывал, наши предыдущие участники делились своими эмоциями, да, все подтолкнуло нас и ведет повсеместная цифровизация. Совершенно верно. То есть, на самом деле, мы часто просто не замечаем, как цифровизация проникает к нам. Ну, вот, допустим, никто не сомневается, что через некоторое время появятся автономные автомобили. То есть, это может быть легковые, а может быть сразу же автобусы. Да, и по поводу появления их есть два мнения. То есть, с одной стороны, они автономные и не потребуют особенно много трафика. В общем, они не должны ничего такого требовать. Просто должны двигаться и быть запрограммированы. Но будет еще футпринт. Например, как вот говорят страховые компании, обязательно нужно будет, чтобы этот автомобиль имел вокруг себя запись 360 градусов, значит, видео для того, чтобы, если что-то произойдет, значит, страховая компания могла отвечать за это происшествие. Но это нужно где-то хранить, накапливать, передавать. То есть, это будет серьезным влиянием. Но, возвращаясь к сегодняшнему дню, на самом деле, у нас есть уже системы безопасности, логистики, промышленные системы, и они стали критически важными, особенно в эти дни. Даже возможность связи через обычный интернет домашний, да, или через мобильного оператора стала критически необходимой. То есть, мы, как люди в самых разных ситуациях, не имеем другой возможности, чтобы выполнить свои функциональные обязанности, то есть, работу, находясь удаленно, или обратиться за помощью, если такая нужна. То есть, очень нужны коммуникации. В городах необходимое управление – это транспорт, да, видеоаналитика, координация жизнедеятельности. От заказа спецпропусков населением до распознавания лиц. Но это сейчас без оценки, хорошо это с точки зрения морали или нет, существующей реализации. Да, просто оно в текущей ситуации стало абсолютно необходимым. Ну, как данность, абсолютно точно. Здесь я хочу немножечко интерактива внести. Попрошу наших участников, спикеров, очень интересно знать, выразите, пожалуйста, ваше мнение в чате, какие технологии и решения будут именно на ваш взгляд, потому что у нас здесь очень представительная аудитория собралась, и спикеры, и участники из разных крупных компаний. Так вот, как вы считаете, какие технологии и решения будут наиболее актуальны в связи с новым укладом жизни? Просьба писать в чат. Мы, собственно, продолжаем делиться своим опытом и мнением. Что касается сервиса, да, сервисы мы наблюдаем как один из изменившихся параметров, да, который стремительно просто вырос в текущей обстановке и дал нагрузку колоссальную на IT-инфраструктуру. Но по факту вот этот сервис – это вершина пирамиды технологической, в основании которой лежит именно физическая инфраструктура. Но мы это не видим, физическую инфраструктуру, она скрыта от нас стенами центров обработки данных и серверных комнат. Вот что там внутри, в это сейчас немного мы вас погрузим. Да, но на самом деле мало у кого есть возможность, время задумываться, что сервисы такие вот как Zoom, которым мы сейчас пользуемся, он базирует мощности не в каком-то дата-центре, в какой-то точке мира или на сервере, да, а это группа дата-центров на разных континентах. И что это большие дата-центры, ну, то есть такие здания технологические размером с Mega или Krokus, ну, с торговые центры. Сервисы менее масштабные, которые могут использовать собственной мощностью, ну, как, например, ДИД Москвы, который имеет собственный ЦОД или аэропорты, они просто избегают использования услуг операторов и публичных облаков. С точки зрения безопасности для них это лучше. А вот если касаться самих систем безопасности, управления транспортом и даже автоматизации производства, там появляется новая тенденция. Создаются маленькие периферийные объекты вычислений, маленькие ЦОДы, Edge Computing, так называемые. Они маленькие, но очень ответственные. И в то время, как происходит вот такая децентрализация, на самом деле сейчас те, кто базировался в облаке, те, у кого были возможности использовать облака для своих систем, они получили колоссальные преимущества, потому что они смогли масштабировать свои системы благодаря мега-возможностям современных операторов. Ну, понятно, что самые крупные это Microsoft, Amazon, Google, ну, и в России есть тоже операторы облачных сервисов. Да, и мы видим абсолютно точно эту динамику, что те, кто уже проактивно пробовали и внедрили какие-то цифровые технологии, они получили колоссальные преимущества, либо смогли сократить свои потери. Например, музеи и театры, они стали доступны онлайн, не только для тех, кто изолировался, но и для тех, кто, в принципе, раньше мало имел возможностей и туда попасть из-за удаленности просто по географическому принципу или каких-то других вещей. Мы отмечаем, что развитие онлайн-мероприятий, различных вебинаров, экскурсий, онлайн-тренировок, обучения, они просто, количество этих ивентов выросло. И если раньше некоторые ивенты были только оффлайн, то теперь мы все очень сильно пошли в онлайн. И те, кто свою инфраструктуру подготовил, они прямо вот настоящие бенефиты получили от этого всего. Но мы вот сейчас, да, с вами касаемся этого, мы радуемся, что у нас в квартирах, на дачах, да, позволяет более-менее связь и инфраструктура, чтобы участвовать в этой конференции как спикеры или как участники. И мы видим, что среда, которая раньше вот она не предполагала размещение там каких-то вычислительных средств, то теперь она вообще является местом, где генерируются данные. Эти данные нужно передавать обязательно, обрабатывать, хранить. И также мы видим, что не только в офисной серверной комнате это теперь происходит. То есть любые технологические помещения, будь то ритейл или склады, какие-то заводские помещения, да, собственно, вот то все это может быть там. Но в итоге все-таки какая-то часть людей, предприятий, они все-таки не совсем врасплох были застигнуты, и сейчас вот мы имеем возможность работать, да. Но те участники, кому 20 лет, может быть, чуть младше, они могут думать, что так было всегда, был такой интернет, но как бы это было не так. Но здесь вот есть другая ловушка, о которой как раз Михаил говорил, о том, что безопасность страдает. Домашняя среда, провайдеры и офисные различные приложения, они не всегда бывают безопасны и не всегда бывают надежны. Вот здесь еще какой трик. Да, и на самом деле что получается, что от нас ускользают детали, как это все работает. То есть мы не задумываемся об этих благах цивилизации, так же как об электричестве, канализации, лифтах, светофорах. Вот так интернет-технологии стали для нас просто очевидными и работающими без участия пользователя. И современные пользователи не знают, что за всеми этими благами стоит такая обеспечивающая цепочка. Та цепочка, которая обеспечивает непрерывность. То есть IT это именно пищевая или технологическая цепочка. И мы видим, что разнообразие систем в этой цепочке растет, их сложности растет. И на самом деле еще один тренд есть. Все меньше и меньше у нас есть специалистов, которые разбираются, как это работает. И все меньше их квалификация, которые тех, кто может поддерживать вот эту всю сложную цепочку. Абсолютно верно. Смотрите, в основе непрерывной работы всей этой цепочки там не только софт, серверы, жесткие диски. То есть мы сейчас слышим наиболее часто про кибератаки, про недоступность телеграмма в период охоты за ним. Но это такие захватывающие темы для новостей на самом деле. Вот в реальности основа непрерывной работы, оно лежит на панцирях четырех, вернее, трех черепах. Это непрерывное электроснабжение, безопасность и охлаждение. Вот тот фундамент, на котором все держится, по сути. Да, совершенно верно. То есть любое промышленное помещение, такое как вычислительный центр, является просто обязательным, требует обязательного слайда, не знаю, извините, слайда перескайки, чили. Но это, видимо, не от нас зависит. Это, видимо, кто-то делает... В любом случае, значит, любой дата-центр требует основы. В этой основе находятся именно... Если позволите, организаторы, переключите нас, пожалуйста, обратно на свайдик с облачком. Значит, любой дата-центр на самом деле это не просто компьютеры, не просто сети, не просто какие-то поддерживающие системы. Там, на самом деле, основа – это инженерные системы. Те, которые обеспечивают питание, работоспособность, оборудование. И управление этим – это, на самом деле, удел людей, которые очень хорошо понимают в этих технологических цепочках. Работа и задачи их сильно отличаются от поддержки сайтов, от управления колл-центрами, платформами обучения или системами конференц-связи. Но все последние, в общем, зависят от инфраструктуры, от того, как работает эта инфраструктура в больших и маленьких дата-центрах. Как это охлаждается, электропитается и как это охраняется, то есть как обеспечивается безопасность. Ну, и на самом деле эти системы тоже стали достаточно умными, то есть горе от ума, их тоже нужно защищать от хакерских атак, потому что все эти системы специально настраиваются на эффективность работы. И представьте себе, что это оборудование, которое поддерживает работу серверов, любого другого оборудования, оно расположено в десятках и сотнях локаций по, допустим, стране. То есть это в больших зданиях, на производствах, складах, магазинах. И их отказ теперь может приводить, ну, не просто к тому, что пропадет электричество и перестанет работать чей-то компьютер. То есть из-за того, что мы подвинулись в цифровизацию, стали больше от нее зависеть. И потери тоже больше, чем в доцифровой экономике. И отказ такой техники, он может повлечь простой грузового транспорта, портятся продукты или диспетчеры не могут ответить на вызовы. Но вот, к сожалению, это на самом деле случается. Да, и здесь достаточно сложно собрать данные по всему этому оборудованию, по условиям работы. И также сложно обслуживать. И парк оборудования часто напоминает по возрасту и разношерсти у своему какому-то зоопарк. Или, вы знаете, мне нравится еще высказывание одного моего коллеги, что как автомобильный поток в Подмосковье. Вот примерно так же разношерстность этих систем выглядит. И чтобы привести все в порядок и снизить вероятность отказа систем, мы сделали революционный продукт. Он называется IT-эксперт. Это платформенный продукт, который позволяет собрать все данные. Вот как раз про тот технологический фундамент, о котором мы говорим. И системы в облако. И дает специалистам непосредственно развернутый анализ по состоянию систем и рекомендации, что нужно сделать, чтобы починить. И используются технологии обработки больших данных и машинное обучение. Но здесь, наверное, для вас, для некоторых слушателей, это выглядит несколько абстрактно. Поэтому у меня есть пример проактивного подхода, чуть более такой близкий к жизни и образный. Это по гонкам в формуле 1. Если можно следующий слайд переключить. Вот кто смотрел гонки, там своевременная замена колес, она является критичной для победы. И если замена происходит на круге до или после, это может быть на самом деле суперважно, да, чтобы выиграть гонку. Безусловно, у нас в нашей повседневной жизни динамика не такая бодрая, но в любом случае это ценное знание, когда заранее, заблаговременно вы можете понять, какие элементы подготовить к замене, какие нужно починить, чтобы не допустить никаких отказов, да. Вот, собственно, это очень важно. И теперь, если раньше это в формуле 1 было, сейчас это есть в нашем продукте, который называет IT-эксперт, который доступен, в принципе, для всех наших заказчиков. Да, совершенно верно. То есть, может быть, сейчас не до эффективности этих систем, то есть мы скорее спасаемся, да, но в данный период у нас есть масса ограничений, то есть проблемы есть и с посещением офиса, и поездками, про это все знают. Но есть еще проблемы с доставкой запчастей или нового оборудования. Это ведь довольно технологичное оборудование. И как знать, что можно отложить, а что необходимо сделать прямо сейчас? Потому что, если мы отложим надолго, это будет отказ. Если сделаем сейчас, возможно, затраты будут лишними. И мы предложили заказчикам воспользоваться нашей системой бесплатно в течение трех месяцев, и десятки IT-подразделений смогли увидеть, в каком состоянии находится их оборудование. Ну, то есть, теперь они просто, благодаря нашей аналитике, смогут избежать неизприятностей, которые связаны с изоляцией, кризисом, с проблемами с доставкой и производством. Ну, и значит, на самом деле, что наш любимый интернет, дата-центры, интернет-банк, соцсети, ну, и даже важные офисные системы смогут работать бесперебойно. Только благодаря тому, что мы можем несколько без рисков отсрочить обслуживание дата-центров и инфраструктуры, но в то же время не затрачивать лишние средства на преждевременное обслуживание. Ну, и на самом деле, мы часто просто не знаем, что находится под палубой нашего IT-лайнера, как это все устроено, несмотря на то, что сверху все красиво, интересно, работает быстро. Иногда стоит заглянуть хотя бы на 10 минут в машинное отделение. К сожалению, мы не смогли рассказать вам подробнее о том, как это работает, но мы с удовольствием воспользуемся таким шансом, если он будет. Ну, и мы считаем, что технологии, которые позволяют осуществлять сквозной контроль за сложными системами целиком, вплоть до вот этого машинного отделения, позволяют оптимизировать и автоматизировать процессы почти без участия человека, а иногда без участия, они вот становятся сейчас необходимыми. Ну, вот особенно, когда надежный контроль можно осуществлять только удаленно и требуется. Да, собственно, в рамках нашего выступления это все, о чем мы хотели рассказать в рамках метапа, наши контакты есть у организаторов, сейчас пока еще идет наше мероприятие, можно писать в сообщения, какие-то задавать вопросы, и, собственно, хочется пригласить участников и спикеров ответить на вопросы, вот на ваш взгляд, какие технологии и решения будут особенно актуальны. в связи с новым укладом жизни. мы приглашаем также те, у кого есть IT-системы протестировать наши продукты, у нас сейчас до нескольких месяцев бесплатного тестирования предоставляется, и во время этого тестирования вы можете сделать полезную аналитику по своей системе, не заплатив практически ни копейки денег, и самое главное, системы сейчас такие, что они развертываются практически автоматически, без затрат трудовых ресурсов и удаленно. Я бы даже сказала не то, что не заплатив практически, а вообще, потому что у нас сейчас идет вот эта трехмесячная акция Try and Buy, и все, кто хочет посмотреть свою инфраструктуру изнутри, вот именно по центрам обработки данных, может нам написать, обратиться и это получить очень все просто и удаленно установить. Поэтому, да, минутка рекламы, но если тема заинтересовала, будем рады. Спасибо большое, Анна Андреевна. Очень такой комплексный взгляд, я, наверное, тоже постараюсь его подрезюмировать цитатой из ВКонтакте, там, ты можешь быть сколько угодно прав, но если твоя девочка плачет, то задумайся, ну, извините, я, конечно, шучу, но о том, что ты можешь действительно очень много инвестировать в бизнес-аналитику и так далее, но если у тебя там не выстроена некая платформа, экосистема, то это может не взлететь. И даже проиллюстрируя вашу историю, я тут исследовал Zoom и скачал такую технологию, которую я, ну, там, установил, как-то настроил, там, через сложную, которая позволяет заменить твое лицо, там, на Илона Маска или кого-то еще. И я действительно, у меня получилось это сделать, но количество кадров в секунду было один, то есть один кадр в секунду, это просто не работало, так бы я мог от имени кого угодно. Матаром выступать, да? Есть вопрос еще к вам, назовите 3-4 критерия из аналитики, которые может получить компания. Ну, сходу 3-4, во-первых, износ оборудования и аналитика по тому, что нужно менять, чтобы избежать отказов. Следующий, это что сделать, чтобы продлить жизнь, например, систем, например, источников бесперебойного питания. Они и дорогие, и на них все держится, и сложно сейчас с дипом и с заменой, да? А если что-то там изменить в их условиях эксплуатации, можно продлить. Температура, например, там вот на это тоже хорошо настроена. Так же, как и продукты, да, системы любят определенную температуру эксплуатации. Есть оценка по кибербезопасности, то есть анализ систем на их уязвимость, так как Анна сказала, что у нас там в системах полный зоопарк, часто и у ритейла, и у банков в течение нескольких лет, а иногда и пары десятков лет накапливаемый. То там бывают уязвимые системы. Наша система позволяет посмотреть, используются ли шифрования, дефолтные пароли и так далее. Вот на этом базовом оборудовании, про которое обычно думают, что он работает как чугунная батарея. Ну и на самом деле еще есть функционал просто инвентаризации, который тоже очень полезен. Он показывает, какое оборудование часто сбоит и кричит о том, что ему плохо, горячо, жарко, не хватает чего-либо. И какое живет нормально. То есть эта аналитика требует уже некоторого времени, но после прохождения, грубо говоря, нескольких недель вы получаете такую картинку паспорт здоровья вашей инфраструктуры, и это дорогого стоит. На самом деле, то есть уже можно где-то подложить соломку. Ну и причем разных вендоров эта система читает оборудование. То есть не обязательно какого-то одного вендора. Это именно мультивендорная история абсолютно. Разные производители. Ну есть уже конкретные вопросы. Можете отправить ссылку на доступ к вашему продукту, но я скорее там поставлю и контакт. Но я думаю, что с этим вы справитесь, но вопрос еще интересный. Ну то мы в флайне уже сейчас ответим. Да-да-да-да. Вопрос интересный такой еще. Вы вообще заметили, у вас сейчас меньше стало проектов по интернету вещей или наоборот все продолжается там в том же темпе? Ну тут можно односложно открыть. Вопрос интересный, да, то есть скорее всего больше. Ну понятно, что сейчас вопрос с бюджетами, но именно вот проектов связанных с тем, чтобы что-то отдать в облако и оттуда все проанализировать и минимум инсталляции вот они стали интереснее. И вот кажется на этот вопрос я предполагаю, что вы можете ответить, учитывая этот, но Ольга спрашивает, не ожидаете ли вы, что после пандемии люди больше уйдут в офлайн и нагрузка на систему снизится? То есть люди сейчас закупят кучу всего, потом это будет стоять пыльная как соковыжималка, которую нужно мыть? Слушайте, мы же постоянно пользуемся, не знаю, там, зумом, доставкой, всем чем угодно. Ну да, где-то на самом деле будет меньше требоваться вычислений, а где-то даже больше. Я считаю, что сказать заранее нельзя. То есть если экономика вообще не упадет до какого-нибудь уровня 90-х годов, то все останется так же. Особенно индустрии развлечений. И в любом случае чекап всегда приветствуется и чтобы сохранить здоровье и минимизировать вклад, это даже по людям, чтобы профилактикой нужно заниматься, это потом меньшие затраты во время болезни будут или вообще болезни избежать. И, собственно, инфраструктура пока она не нагружена. Да, да, такой слоган. Ну и, собственно, по облачным еще решениям вот я видела вопрос, если, например, предприятие, оно не хочет в облако какие-то свои данные отдавать, чтобы инфраструктуру тестить, да, у нас есть решение, чтобы делать это все внутри, он прям, скажем так. Поэтому у тех людей, заказчиков, у кого есть аллергия определенная на облака, у нас тоже есть для этого решение. Пожалуйста, тоже не стесняйтесь. Можете обращаться. Ну, я уточню, для Ольги, наверное, там речь идет у коллег большей части не про то, чтобы увеличить мощности по всему, а про то, чтобы сделать эту систему целостной, а не ситуативной, когда что-то падает, только тогда это увеличивать. Я правильно услышал? Наш основной принцип — это проактивность. Уже давно двигаемся в этом направлении, именно для этого, не знаю, 90% новых инструментов именно для проактивности. Проактивность это звучит как вообще вызов 21 века, быть готовым ко всему, не знаю к чему, и желательно поскорее. Спасибо, коллеги, вы ответили уже на кучу вопросов, просто в каждом вопросе есть ваш ответ. Спасибо вам за это отдельное и огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Переходя дальше, сейчас у нас Анатолий Ручьев, директор Департамента информационных технологий проектного института номер один. Анатолий, включайте камеру, микрофон. Да, вас видно. Коллеги, здравствуйте. Департамента م, директор и это Департаменты услуги Департамент можно так делать. Услуги Ит blev в бираху не Unified Workspace can change this paradigm by modernizing IT management. It starts with using VMware Workspace ONE to manage and secure devices, applications, and users from a single platform. With Workspace ONE, IT can easily keep applications and devices up to date, even when users aren't on the corporate network. This means users are more productive and don't need as much help from IT. In addition, customers with Dell PCs benefit from deployment, management, security, and support capabilities other vendors can't deliver. For example, Dell Pro Deploy in the Unified Workspace empowers organizations to provide workers with ready-to-work devices without intervention from IT. Freed from low-value tasks, IT can now focus on adding strategic value. In short, with Unified Workspace, Dell and VMware empower organizations to transform their approach to deployment, security, management, and support. This means users have the exceptional experience they need to stay productive, and IT has a simplified management platform they need to be efficient. For more information, please visit www.delltechnologies.com slash unifiedworkspace. Anatoly, еще на правах презентации к вам, я просто поясню коллегам, почему изначально ролик был Dell-овских решений. Дело в том, что Dell-партнер – digital leader, но при этом основная задача этого объединения – это именно ротация каких-то реальных практик. Не то, какие технологии существуют, а как их использует бизнес и как он помогает. Поэтому рассказ Анатолия именно связан совместным партнерством с Dell, если я правильно понимаю. Здравствуйте. Да, действительно, так и есть. Я представляю проектный институт номер один, Санкт-Петербург. И несмотря на то, что основная деятельность нашей организации – это проектирование гражданских и в большей части промышленных объектов, около 5-6 лет назад, стал задачей по модернизации всего парка, всего нашего IT-парка, компьютерного, периферии. И мы выбрали направление на тот момент, уже сформировавшееся, но абсолютно не освоенное в России – это VDI. То есть это не только виртуализация серверов, но и виртуализация рабочих мест. И задача была сложная, так как виртуализовать рабочие места проектировщиков тогда было практически нереально, так как графические карты, устанавливаемые в сервера, были только-только в стадии тестирования. Но вот то, что прошло за последние 6 лет, и то, что было красиво показано в ролике на английском языке, так получилось, что нам удалось сделать, несмотря на то, что организация занимается проектированием, нам удалось сделать это у нас в IT-департаменте от самого начала. Это концепции, это проектирование, это создание своего частного облака. И начало работы в этом частном облаке сначала 30 проектировщиков, сейчас у нас количество сотрудников, работающих в нашем облаке, около 150. Но если, так как мы это делаем хорошо и предлагаем услуги и другим нашим партнерам, то есть есть случаи, когда работает 250 человек в частном облаке и с VDI. Но сегодня у нас в основном посвящены все темы цифровизации и удаленной работе, поэтому я отклонюсь от обычного, то, что интересует технических специалистов, и расскажу о так называемом цифровом рабочем месте, и каким образом это цифровое рабочее место нам помогает. И если говорить про последние два месяца, то, наверное, и продолжает помогать, потому что изначально технология VDI, технология виртуальных настольных компьютеров, виртуальных десктопов, она основана на удаленной работе. И мы, как только создали свое облако, у нас все сотрудники получили доступ и возможность работать удаленно. Понятно, что с некоторыми уже настройками безопасности, которые позволяют делать такие облака. Сейчас у нас времена бежит очень быстро в связи с цифровизацией, с интернетом вещей. И заказчики наши используют цифровые технологии, и появляются новые каналы продаж, которые необходимо очень быстро обрабатывать, учитывать скорости. Это неизбежно приводит к необходимости цифровизации анализа. Наши конкуренты начинают использовать цифровые технологии, поэтому приходится присматривать и самим за ними, ну, в первую очередь, конечно, для того, чтобы обеспечить эффективность конкурентоспособности. Цифровые продукты, интернет вещей, они уже повсеместно проникают в нашу жизнь, и люди привыкают к тому, что жизнь, она не посчитана, как будто это некое зло, а что это очень удобно и понятно, когда ты можешь посмотреть какие-то свои действия, и какие-то истории работы, сохраняющиеся автоматически. То есть, сотрудники сами начинают понимать, что и так давным-давно все посчитано, и это, наверное, хорошо, когда им заставляет доступ к этой информации, тем более, когда эта информация носит характер интересный для них, такие показатели эффективности работы. И когда у нас произошла уже, или вот-вот произойдет цифровизация всего, люди привыкли, продукты цифровые покрывают практически все области деятельности, это и перемещение автомобилей по стране, это и перемещение по складам, это цифровизация продаж, это учет количества звонков клиентов, качество работы с клиентами, то мы можем говорить, например, цифровизация бизнеса как такового, и цифровизация бизнес-операций. Таким образом... Вот здесь как раз хотелось показать, что мы только-только вышли из хорошо поставленной эры традиционных приложений, то есть это прекрасно отлаженные приложения были как для ноутбуков, для десктопов, это хорошие приложения клиент-серверные, но на сегодняшний день, так как цифровизация уже пронизывает всю деятельность компании, и необходимо работать разным специалистом с этой информацией, то мы при проектировании, при проектировании IT-систем, при проектировании систем автоматизации, мы уже начинаем работать с облаками и с объектами, и мы говорим не о клиент-серверных приложениях, мы говорим о получении информации о объектах, о связях с этими объектами, зависимости какими-то вычисляемыми функциями, то вычисляемыми параметрами. Таким образом мы уходим от традиционных приложений, работавших на понятном компьютере, к облачным приложениям, которые работают не на десктопе, а работают там, где это нужно. То есть это киоски, это мобильное устройство, это лаптопы, это десктоп-компьютеры из дома и из офиса. То есть вот, на наш взгляд, цифровая трансформация, она, в общем-то, уже начинает уверенно входить в нашу жизнь, но при этом при всем желании, может быть, руководство в целом получить цифровую информацию, везде есть стоимость вопроса. Стоимость вопроса, она зависит от рентабельного, она напрямую влияет на рентаблисть бизнеса, так как внедрение новых технологий, так как обслуживание серверных, оно не то чтобы недешево, оно, когда компьютеры компании обслуживаются, поставленные по офису, незаметно, не так заметно их инвестирование в их обновление и в их поддержку можно растянуть во времени. Когда же вы создаете свое облако, неважно, это арендованное облако или до своего частного облака, вам нужно вложиться в сервер, вам нужно вложиться в сервера, вам нужно вложиться в создание эти инфраструктуры, и это в краткосрочном периоде заметно может финансовые показатели изменить, по крайней мере для финансистов, то есть я не говорю про, насколько изменяется рентабельность, я говорю про то, что в рентабельности это может быть заметно, но при этом, конечно, инновации, они притягивают людей, они притягивают профессионалов, которые хотят работать с современными технологиями, которые хотят работать эффективно, которые хотят работать в этих облаках, очень часто обрабатывают заказы клиентов вечером из дома, кто-то работает понемногу и в отпусках, потому что где-то существуют непрерывные производственные процессы, и отдыхать нужно, и строительство идет, и, на наш взгляд, вот эти инновации, они уменьшают финансовые показатели, во-первых, редко, так как обновление серверного оборудования происходит непостоянно, примерно раз в 5-6 лет, начинается с новой поколения, если необходимость менять оборудование. Но сама работа в облаке, удобство работы в облаке, она притягивает людей, и, на наш взгляд, она позволяет создавать комфортные условия работы для сотрудников, для талантливых людей, если говорить про нашу организацию в целом, то для проектировщиков. В первую очередь, что, так как сегодня доклад вам генетехническую аудиторию, но, тем не менее, те, кто интересуется построением своих VDI-систем, своих облаков, то хочется обратить внимание, что при начале этих работ необходимо провести полный аудит имеющейся у вас эти структуры, потому что, собственно, основываясь на нашем пути, на наших клиентов, коллег, с которыми мы общаемся на конференции, очень часто возникают некоторые слепые пятна, которые вы не видите, когда начинаете эту работу, потому что где-то вам нужно проанализировать сетевую инфраструктуру и сделать ядро сети более мощным, где-то у вас в удаленных офисах необходимы будут каналы интернет, то есть анализ всей этой инфраструктуры до того, как начались закупки, она же позволяет очень заметно сократить число этих слепых пятен и ускорить внедрение VDI во всей организации, потому что, когда вы прекращаете работать, ну, как все говорят, с запарком компьютеров, и все это оказывается в некотором красивом, упорядоченном облаке, в красивом порядке, расположенном в облаке, именно вся организация, в этот момент эффективность, она выходит просто на другой уровень, то есть люди начинают смотреть на эту инфраструктуру как на единое целое, и благодаря бесперебойной работе в 7х24 серверных, в общем, работа становится, подход к работе сотрудников становится иным. Здесь хотелось сказать классические преимущества виртуальной инфраструктуры, которые, в общем-то, наверное, годами уже, если раньше они декларировались, то сейчас можно по ним пройтись, и так вкратце я скажу, как это происходит. Если говорить про привычные экономии вычеркных мощностей, ну, на сегодняшний день облака умеют выделять ресурсы на компьютер в тот момент, когда они требуются, и таким образом вы не покупаете память в каждой компьютер, стоящей у вас в здании, облако распределяет и процессоры, и память, и диски между компьютерами, происходит просто экономия на высоте мощностей, которые не дешевают. Если говорить про экономию на лицензии, ну, в нашем случае у нас мы создавали облако как раз одно из них, одно из направлений, не самое первое было экономия на лицензии, потому что VDI позволяет работать с очень дорогими программными продуктами, потому что мы занимаемся 3D-проектированием, эти продукты доставят штуру, и оно позволяет разделять лицензии, и при этом, несмотря на то, что существует некоторое количество программных продуктов, которые позволяют использовать клиент серверной лицензии, ну, установив маленький сервер, сервер лицензии в организации, технология VDI позволяет использовать одну лицензию на несколько пользователей, потому что компьютер виртуальный, то есть происходит работа на этом виртуальном компьютере по расписанию, и нужно добиться колоссальной экономии на лицензиях, потому что на самом деле нет необходимости работать с этим программным продуктами всем с утра до вечера, то есть здесь экономия может быть просто в разы. Уменьшение стоимости обновления техники, ну, да, наверное, оно есть, просто потому что оно происходит реже, хотя на старте их склад инвестиций больше. Потери рабочего времени, они, наверное, связаны с тем, что когда происходит смена каких-либо программных продуктов, то в случае специализированных организаций это некоторая эпопея, это нужно пройти по офису, если это сотни компьютеров, на них заменить следующую версию программного обеспечения, а если что-то пошло не так, каким-то образом согласовать. Колоссально интересно, наверное, интересно, и эффективно это происходит в среде VDI, мы отлаживаем в команде у нас в группе BIM, они занимаются графическими продуктами, новые образы программных продуктов, и в один день предлагаем, не заменяем даже, а предлагаем пользователям заранее свободных рабочих мест попробовать его, то есть они, включая свои тонкие клиенты, просто подключаются к той же среде, в которой работали вчера, но с новой версией Автокада или Ревита, и если все происходит хорошо и правильно, то они на нее переходят. Если же есть какие-то замечания, мы их собираем отдельно устраним и точно так же вводим. То есть обновление программного обеспечения на рабочих местах происходит абсолютно без потери рабочего времени. В общем-то в чем-то бесперебойность рабочих процессов. Что касается безопасности и защиты информации VDI, я думаю, тут можно далеко не углубляться, потому что VDI это изначально централизованное хранение всей информации и тонкие клиенты это всего лишь экраны и компьютеры и с возможностью настройки пробрасываем мы оконечное устройство, флешки, флеш-накопители или запрещаем к ним доступ и таким образом защита материальной собственности обеспечивается VDI очень хорошо. Просто информация всегда защищена. При этом можно сказать немножко о безопасности информации среди VDI резервное копирование осуществляется тоже очень по-другому и поэтому мы не только классически копируем данные пользователей, мы также копируем архив для возможности быстро строения рабочей среды пользователей и если происходит какой-то сбой на виртуальном компьютере, потому что он может произойти с каким-то программным обеспечением, может быть редко с самой операционной системой, мы не разбираемся с компьютером пользователями, мы возвращаем им вчерашнюю версию компьютера с их данными, которые хранятся отдельно с сегодняшними, они продолжают работу, айти-водразделения занимаются устранением доставков. Мобильность сотрудников на сегодняшний день она стала просто прекрасной, потому что когда мы начинали и когда мы внедрили это, все-таки не настолько интернет был в России распространен, потому что для комфортно работы нужно все-таки трижи, качественный трижи. Сейчас и устройства за последние пять-шесть лет подтянулись и устройства высокого разрешения планшеты и мобильные телефоны и планшеты стали очень доступны и это на наш взгляд очень хорошо и правильно, когда люди перебрасывают информацию и просят коллег перебросить ее через ватсап или там берут ее с собой на флешках куда-то в командировке и нехорошо это и сразу все с собой не возьмешь. Но и просто подключаются к своему рабочему столу могут демонстрировать это на проекторах телевизоров у заказчиков куда они приехали прямо с виде рабочей мобильности здесь она на сегодняшний день и востребована и хорошо работает. Таким разум создаются полноценные рабочие места. как я говорил что есть недостатки недостатки это стоимость начальных вложений которые в общем так исчезают через 4-5 лет ну 4-5-6 лет хотел сказать если кто интересуется выбором тонкого клиента просто как бы наверное как реклама компании которые вместе которые представили мы изначально тестировали с WISE и WISE очень как бы рекомендуем эти клиенты потому что есть марка есть разные есть не только известная марка и бренд есть у них разные линейки тонких клиентов мы используем три если будет интересно обращайтесь вообще у нас рабочие места они непростые это полноценная работа с мониторами это кому разрешено USB порты пробрасываются иногда просматривается Full HD видео со строек поэтому как я говорил что мы обновляем централизованно программное обеспечение в том числе программное обеспечение тонких клиентов централизованно можно обновлять то есть у нас рабочие места не знаю вот у нас за спиной фотографии там очень так смотрится наверное не видно потом кто попросит пришлю смотрится приятно и изящно вот здесь как раз идет продолжение слайда про слепые пятна но оно уже более сконцентрировано то есть что же собственно нужно посмотреть когда хочется оценить стоимость такой нити чек-лист которому нужно пробежаться при начале работ и при оценке текущего состояния и необходимости модификации до закупки оборудования то есть сетевое оборудование это серверное оборудование потому что серверное оборудование как правило потребует до закупки потому что речь идет о перемещении рабочих станций в сервер стоимость рабочих мест идеальный вариант конечно когда люди начнут работать удаленно со своих домашних компьютеров потому что VDI позволяет выделять им графику и памяти процессорной мощности в центре и им всего лишь необходим хорошие формы в интернете достаточно слабого компьютера для того чтобы работать удаленно с тяжелой графикой стоимость по виртуализации может оказаться заметной в раз в разной закупке хотя это точно так же как закупка компьютера необходимо учитывать при закупке железных компьютеров понятно что сколько сотрудников столько и забот при этом затраты IT-специалистов на физическую и виртуальную инфраструктуру на мой взгляд они первый год два одинаковые а потом IT-специалисты начинают сами создавать некие удобные инструменты на основе этой виртуальной инфраструктуры и образы для пользователей и происходит уже как некая некая совместная работа IT-специалистов и пользователей потому что например прямо сейчас у нас есть необходимость при том что мы удаленно работаем есть необходимость срочно пройти обучение 9-ти специалистам с новым программным продуктом для одного из заказчиков и вот IT-специалисты они делают создают специальный образ этим программным продуктом для того чтобы с понедельника 9 человек начали работать 9 проектировщиков начали обучаться новому программному продукту для них под руководством заказчика загрузившись с образа то есть все происходит очень реально несмотря на удаленную работу несмотря на всю нашу виртуализацию то есть пользователи по большому счету даже наверное в половине случаев не знают как это происходит стоимость электроэнергии я думаю на сегодняшний день в России она мало кого интересует кроме тех бизнес-центров которые просто не могут позволить себе или здание не могут позволить себе увеличение мощности ну здесь нас выручает оптовое окно до ближайших дата-центров ну или до комфортных дата-центров в общем действительно можно искать электроэнергии можно обойти проблемы с электроэнергией здесь слайд из нашего буклета по окупаемости инфраструктуры в принципе то есть вот есть синим светом VDI выделено красным это классическая инфраструктура то есть она требует постоянных вложений постоянной замены постоянного обслуживания то есть VDI создали и дальше самооборудование в общем-то работает работает качественно потому что все серверные это оборудование оно изначально может быть дороже потому что оно работает сильно 24 а не как дескропные жесткие диски или блоки питания вот трансформация рабочих мест она на наш взгляд уже она произошла у нас она точно совершенно произошла и на данный момент мы если говорить про цифровизацию мы в общем-то благодаря централизации всех этих ресурсов в интернете компьютерах уже придвинулись к цифровизации и с точки зрения удобства для пользователей мы адаптируем рабочее место в зависимости от того откуда заходит человек и в зависимости от того над каким проектом он данный момент работает и при этом так как все подсчитано как все это позволяет благодаря унификации и стандартизации и централизации всем этим словам все у нас вместе мы можем считать сколько человек работает тем или иным проектом сколько записывается файлов какие файлы изменяются то есть цифровизация проходит и по данным и по компьютерам и по пользователям которые получают доступ к этой информации вот есть действительно если говорить что окрошенные с информацией нам технологии предоставили что утверждают что некачественные технологии могут стать причиной ухода из организации но я думаю что действительно это известный факт что творческим людям важно не максимальная высокой зарплаты важно достойная зарплата и конечно комфортные условия работы благодаря тому что можно изменять настройки компьютеров под пользователей мы людям выделяем кому нужно сколько процесса новости графической на то же самое рабочее место не покупает все более мощные более мощные а докупает по некоторым расчетам серверное оборудование есть у нас удаленные работники удаленные сотрудники иногда это происходит партнерство мы предоставляем удаленный доступ к ресурсам для того чтобы работать работать и таким образом можно выбирать место работы на удаленных площадках по стране подключаются к нашим видео и работают таким образом цифровые возможности инновации на рабочем месте они в общем-то позволяют нам на наш взгляд не только привлекать и сохранять талантливые талантливых людей ну и даже формировать команды из этих людей потому что сама среда она склоняет к тому чтобы создавать единое пространство для работы над проектами в нашем случае это работа над какими-то проектами объектами я думаю что если говорить про организации непроектами то это единая среда единый стиль работы различных подразделений будь то маркетинг реклама продажи производства то есть все это можно не совершенно не имели нагрузки на пользователей централизовать и управлять это как раз немножко про команду говорится что у нас все внедрено можно к нам как только мы выйдем все из карантина приехать это вживую посмотреть я вас всех приглашаю так как у нас здесь работает 150 человек и они довольны и более того мы стараемся на их запросы изменять те самые цифровые рабочие места и выдавать им следующие версии рабочих мест также есть отзывы визиты можно организовать нашим клиентам хотелось бы благодарить Dell Technologies за приглашение участвовать в таком интересном мероприятии и если какие-то вопросы будут в области VDI пожалуйста обращайтесь контакты внизу есть что-то я сейчас попробую ответить в чате и звоните пишите с радостью поделимся знаниями спасибо Анатолий там есть уже конкретный вопрос но я бы сказал общий здесь наверное в нашей трансляции много людей бизнеса которые знают что есть такая видеотехнология вы отлично перечислили все возможные эффекты и смыслы но вот скажите вы когда принимали решение что для вас стало точкой принятия решения что нам нужно что самое главное было для нас была очень важна централизация хранения информации то есть для нас было очевидно совершенно что мы должны построить свое частное облако с целью безопасности да с целью безопасности просто потому что нам необходимо обеспечивать непрерывный проектный процесс а по тем временам в общем-то роскошью было одно оптовое окно в здании ну несмотря на то что у нас сейчас там и два канала и резервное питание то есть на тот момент мы построили свою неплохую серверную и сделали небольшой центр хранения данных а иногда люди работали удаленно то есть условно говоря у них уже была возможность использовать виртуальную станцию или они работали на тот момент у нас было счастливое удачное такое сочетание то есть люди работали на абсолютно устаревшем оборудовании то есть нам и таким образом руководство понимало что нужно заменить полностью все то есть не осталось ничего ни мониторов ни клавиатур ни компьютеров то есть там было старость предыдущее поколение IT инфраструктура она абсолютно морально устарела и несмотря что на нем доделались какие-то проекты у нас было примерно полгода на запуск этого проекта и на самом деле потом еще полгода мы его доводили и до подключения до подключения это первое централизация информации но так на тот момент существовали уже технологии мы их видели на выставках ВМВ по виртуализации рабочих мест нам удалось нам удалось убедить руководство в том что мы сможем это сделать и таким образом мы сможем распределять программное обеспечение дорогое ну всегда дорогое проект обеспечения и графические ресурсы точно так же графические карты на расстоянии у нас это получилось но в общем-то после этого у нас вошел 30 человек потом 70 сейчас до 150 довели централизация и безопасность потому что это интеллектуальная собственность нам необходима и мы не можем дорогой программное обеспечение ставить на ноутбуке и записывать туда полностью проектную документацию ну как минимум то что у нас обязательство перед нашими заказчиками хранить и выдавать только те части те слои которые нужны это делается совершенно просто и в виде мало того что со слои таких еще можно только сфотографировать если не наложили водяные знаки на экран есть еще последний вопрос уже больше игровой пока у нас запускается опрос для всех участников и оставайтесь с нами сейчас очень интересная тема про спорт и дискуссия а пока опрос ну то есть если у тебя есть виртуализация у тебя есть большие вычислительные мощности правильно я понимаю да Анатолий и они используются в основном днем сотрудниками перераспределяются друг друга так да ну мы не говорим про компании которые работают в разных часовых поясах но в целом в целом да вы биткоины майните по ночам нет мы биткоины не маним просто времени нет то есть на самом деле времени нет то есть много раз думал что же мы их там манили но с другой стороны так как они это с одной стороны неинтересно ну просто это другое биткоины не маним у нас были опыты рендерить рендерить 3D объекты по ночам но к сожалению все таки они там что-то что-то не успевало сделать за ночь и поэтому мы часть рендерим на специализированных фермах которые арендуем на короткое время а так да действительно есть у нас опыт смены функционала этих серверов что они днем делают одно ночью делают другое это да очень классная идея коллеги пишут что уже давно на CPU GPU биткоины не майнят но и я древний в этом плане человек вообще ничего не мая не чувствую что мир упускается и вот такие штуки я уверен что в ближайшее время появятся сервисы я думаю что они уже существуют я про некоторые слышал которые позволяют свое оборудование сдавать по ночам в аренду то есть условно говорить у вас есть такая мощная виртуализация то вы просто отдаете своей мощности на ночь кому-то кто работает через океан и пытаетесь частично купить мы прорабатываем вопрос но там если говорить про частные облака я думаю что это недоступно сегодня частным облакам потому что цена входа она высока то есть для того чтобы начать предоставлять услуги по аренде оборудования там нужно показывать количество арендованных компьютеров сотни исчисляемых сотнями сразу же для того чтобы это было выгодно поэтому я думаю что коллеги которые занимаются созданием которые предлагают в аренду эти облака гораздо лучше ответить на вопрос цена образования мы не мы работаем вот с партнерами совместно но это скорее такая совместная работа и работа там по договору там может быть но сама по себе предоставление в аренду оборудования возможно но предоставление в аренду программного обеспечения это отдельные отдельные абзацы в лицензионных соглашениях у нас интересный проектный бизнес и у нас прекрасный мне кажется очень интересная работа по ведению спасибо большое вам за рассказ сейчас наверное поднялся спрос на виртуализацию с учетом еще и контекстов всей ситуации чтобы это просто было всегда доступно и удаленно и безопасно спасибо все вопросы можно задать тоже дальше продолжать еще Анатолий с нами может на них ответить и мы переходим к следующей теме даже к следующему блоку Виталий предлагаю вам подключиться Виталий Зарубин директор по развитию цифровых решений хоккейного клуба Авангард последнее выступление но дальше после него еще живая дискуссия с участниками тема очень интересная мне как с бизнес стороны так и с личной Виталий рассказывайте да здравствуйте самые выносливые у нас остались я смотрю по количеству людей прям в спорте так называется сила воли скажите вот у меня вот все переключается да у меня тема довольно простая как кризис развивает спортивную индустрию и я постараюсь максимально сжатые сроки поскольку понимаю что все уже устали измотно но давайте последний рывок все вместе и погнали если бы это было оффлайн мероприятие я попросил сейчас наверное поднять всех руку посмотреть кто занимается вообще спортом но у меня просто я ситио в хоккейном клубе авангард я отвечаю за развитие цифровых продуктов с точки зрения бизнеса поэтому цифра это моя важная важный аспект я с этим живу поэтому хочу погрузить вас в контекст чтобы вы понимали вообще чем живет сейчас спорт в первую очередь для себя спорт фитнес индустрии и так далее вообще в россии есть 13 тысяч фитнес-объектов задействовано в индустрии более 800 тысяч человек и регулярно примерно 6,5 миллионов человек посещают фитнес-залы в России чтобы вы понимали для бизнеса спортивной индустрии оффлайн это основа выход в онлайн это способ выживания это не радужный выход что типа мы расширим наш рынок нет здесь все наоборот на самом деле мы должны понимать что многие компании закрываются по прогнозам недавно я смотрел статистику более 50% сейчас под угрозой закрытия только лучшие игроки находят варианты как-то продолжить развиваться и выдерживать более-менее уровень предыдущий поэтому сейчас есть две модели первое это продажа курсов упражнений а второе это бесплатный контент и платные тренировки индивидуально например World Class оно сделало именно такой посыл вот кстати вот мы говорим про онлайн сервис и ко мне доставка приехала World Class сейчас очень радует они предоставляют бесплатный контент то есть они перевернули вообще формат клубов и вышли в онлайн и создали различные компетишны между тренерами собственно таким образом что тренера связывались напрямую с людьми обустраивали онлайн обучение онлайн упражнений извиняюсь и вот эти два формата которые единственно сдерживают в принципе компания на плаву кто-то пользуется там сейчас налоговыми каникулами пытается переговорить насчет аренды но вообще это очень острый вопрос и я на этом особенно заострил внимание что это не радужный мир кризис он все равно имеет свои последствия я выделил плюсы естественно рынок сейчас терпит некоторые изменения появляется новая аудитория и конечно новый опыт в диджитал выигрышу остается в фиттех индустрии это глобальная индустрия в ней масса единорогов в штатах на самом деле по большей мере например компания пилотон который разрабатывает велотренажеры выросла на 50% за 2 месяца ее акция фитнес-помощники программы для йоги медитации то есть различные системы для индустрии хеллске она очень сильно растет и сейчас конечно огромный бум ранее спикер говорил про то что Михаил по-моему Бейлин рассказывал про то что тренды не появляются новые это правда и дальше по слайдам я вам прям покажу чем это обусловлено интересный кейс запустил Тинькофф совместно с компанией Фитмост они начали продавать тренировки и занятия медитации онлайн кинотеатр ОК начал размещать фитнес программы от World Class то есть моя мысль в том что компании ищут различные способы развития в диджитал и это естественно развивает продукты таким образом рынок с самым поддержкой здоровья в хорошем тонусе конечно улучшается и растет поэтому перспектива несмотря на то что сейчас есть стагнация конечно перспективы радужные вот я прикрепил здесь небольшой диаграмм теории инновации просто многие спикеры говорили об этом но теория инновации она говорит о том что по факту любая инновация она проходит некоторые стадии некоторые аудитории вот аудитория новаторов аудитория ранних последователей раннее большинство затем позднее большинство отстающие и довольно часто теория инновации проходит в течение декады либо нескольких лет но сейчас на это тратится гораздо меньше времени то есть онлайн обучение было всегда оно существует уже десятки лет но при этом именно сейчас происходит бум зум тоже не запустился в марте он был ранее но именно за период кризиса он вырос в несколько раз просто люди привыкают для них это входит в привычку и социологический опрос недавно проходил где люди рассказывали о том что сейчас трендит две вещи это самообразование и здоровье собственное здоровье соответственно кризис 2008 года тогда породил фитнес-бум и айронмен очень сильно выстрелил потому что люди видели что раз уж как бы финансов не преуспели то ну хоть здоровье будет поэтому резюмируя онлайн тренировки закрепятся заниматься самообразованием и собственным здоровьем войдет в привычку и качество дичитал продуктов повысится голопом по Европам мы идем в профессиональный спорт собственно кто не знает я вначале забыл сказать что хоккейный клуб авангард он сам из Омска мы сейчас временно играем в Балашихе это Подмосковье но вот КХЛ уже завершила свой сезон многие футбольные лиги они продолжают рассматривать вопрос собственно желтым выделены лиги либо конференции где еще принимается решение на текущий момент запустилась только Бундеслига и UFC почему не запускается основная проблема заключается в рисках потери денег то есть на слайде указана указана прибыль компании вернее клубов английской премьер-лиги и в случае если они перестанут проводить матчи то потеряют суммарно миллиард сто миллионов фунтов стерлингов из них 760 это контракт телетрансляции 250 это доходы от рекламодателей и 129 это доходы от проведения матчей то есть командам английской премьер-лиги выгоднее проводить матчи без зрителей нежели совсем перестать играть соответственно вот Бундеслига запустилась недавно и они уже бьют рекорды по просмотрам это сейчас по факту единственная такая популярная лига которые проходят матчи и перед запуском у них был разработан регламент очень строгий в котором говорится что можно а что нельзя делать игрокам чтобы было понятно коротко на стадионе всего 320 человек чтобы вы понимали это в основном обслуживающий персонал это не зрители кнопки в лифтах только локтем нажимать игроки хозяев приезжают на своих машинах постоянно дезинфекция командные фото отменены рукопожатие отменены и так далее в общем основную идею вы поняли хочу отметить что такие кризисы она разрушает традицию в английской премьер-лиге издавна есть такая история как blackout когда во время в послеобеденное время нельзя показывать матч на ТВ это сделано для того чтобы люди которые живут в пригороде ходили на матч на стадион своей локальной команды они смотрели топ команды по ТВ и в связи с тем что сейчас необходимо доигрывать им сезон из-за риска потери контрактов они вынуждены отменить блок-аут поэтому такие истории они обсуждаются они начинают обсуждаться именно в кризисное время обещал пару кейсов маркетинговых на самом деле мне Анна напомнила про этот кейс он на самом деле просто уникальный Зенит вручает каждый месяц бутсу своему лучшему игроку которого выбрали болельщики путем голосования и многие бы на самом деле это уникальный кейс я обожаю его многие бы отправили курьером либо там упаковали в коробку и почту России но Зенит подумали в Америке доставляют Амазон квадрокоптерами а чем мы хуже доставили малкому как раз таки бутсу его приз квадрокоптером и это низкий поклон на самом деле людям которые придумывают такие кейсы это говорит о том что в спортивной индустрии очень много крутых профессионалов которые черпают опыт из FMCG и других развивающихся отраслей другой пример это МЛС собственно это кто не знает футбольная лига в Америке сокер лига они запустили портал для на котором онлайн обучение проходит но не обучение а показываются приемы выполненные профессиональными игроками но вообще МЛС очень сильно вкладывается в сообщество поощряющее всеросстороннее развитие личности у них есть например канал про творчество где там читают стихи что совершенно удивительно и вот они в кризисное время запустили такой канал с роликами где показывают трюки выполненные профессиональными игроками мы в этом плане тоже не уступили но тут я бы хотел подсветить не то что вот мы такие красавцы запустили то что запуск таких историй в кризисное время происходит гораздо быстрее он происходит буквально вот так вот моментально то что может обсуждаться там годами в периоды когда надо принять решение он просто принимается поэтому у нас есть школа чирспорт это чирлидинг для детей мы запустили ее в офлайн и потом в течение недели перешли в онлайн формат хотел еще коротко рассказать про сервисы какие вообще тренды в этом плане я говорил про онлайн контракты про телевидение и конечно в этом плане многие стартапы идут в эту отрасль в онлайн стриминговые платформы и конечно спорт здесь принимает опыт даже и гейминга это дискорд твич берут опыт амазона того же самого вот на экране сейчас streamlayer от компании которая объединила в себе опыт беттинга просмотра матча опросов и так далее и буквально недавно была платформа на которой мы обсуждали разные новые стартапы и сейчас для многих не секрет что хоккейный клуб авангард строит цифровую арену в Омске и мы опираемся конечно на опыт других стран во многом по всему миру очень много крутых арен их строят при помощи таких гигантов как IBM в НБА вообще с этим очень все строго у них цифровая арена это как часть сервиса поэтому это еще один тренд который набирает обороты когда ты бесконтактно получаешь билет ты проходишь там на стадион по лицу ты получаешь все сервисы в своем кармане в мобильном приложении поэтому многие платформы конечно направлены в настоящий момент на это соответственно меня здесь тоже на самом деле полон оптимизма онлайн формат завоевывает рынок это однозначно мы очень стремительно смотрим за нашими коллегами там из интертеймент индустрии из FMCG перенимаем их опыт и конечно качество сервисов на стадионах растет оно сами стадионы меняются меняется опыт клиента CGM да о котором говорили коллеги Customer Journey Map клиента на стадионе он сильно меняется поэтому внедрять цифровые сервисы это необходимо для того чтобы клиенты продолжали пользоваться таким оффлайн форматом но это не будет уже полноценный оффлайн это будет смесь гибрид между оффлайн и онлайн активностью когда у тебя в мобильном приложении на стадионе появляется аналитика статистика ты наводишь на себя делаешь шелфи у тебя появляется например шлем или джерси игрока такие решения сделаны например на Альянс арене в Мюнхене и конечно мы смотрим будущее надеемся что в этом плане сможем по максимуму реализовать наши амбиции и конечно такая конкуренция развивает рынок и развивает дичтал продукты я думаю что на этом все постарался уложить по максимуму информацию поэтому если есть вопросы давайте я на них отвечу и там уже перейдем наверное к следующему я даже подготовил слайд к этому спасибо а что к чему следующему я думаю что к обсуждению круглому столу я бы предложил Георгию тоже присоединиться к нам потому что вопросы очень близкие и есть уже несколько вопросов первый вопрос правильно ли я понимаю что вы считаете что и после отмены самоизоляции виртуальные спортивные продукты будут также иметь спрос если ну там да если то в течение какого времени спортсалы будут открыты закрыты или в последнюю очередь их откроют слушайте со спортзалами интересная штука просто вот я много статей сейчас считаю спортзалы давно уже переросли просто образ там cgm свой я хожу в спортзал пообщаться в том числе я занимаюсь дома вот смотрю на ютубе различные упражнения у нас есть там свои внутренние тоже обучение по тренингу но я хожу в зал ради социализации они будут открыты конечно в последнюю очередь но я считаю что виртуальные спортивные продукты конечно будут иметь спрос потому что что для меня самое важное почему кризис на мой взгляд меняет индустрию потому что есть такая история в продуктовой разработке называется product market fit когда у человека клиента вырабатывается привычка вот это крайне важно знаете как 21 день когда ты делаешь что-то у тебя вырабатывается привычка я думаю что сейчас люди приучатся к такому образу жизни и конечно не у всех но у многих это отложится где-то в подкорке и поэтому конечно это останется спрос на это естественно останется я считаю так да и в world class посмотрите канал я на самом деле очень рекомендую просто посмотрите как они преподносят материалы и с какого ракурса это уникальный удивительный опыт как бы ребята огромные молодцы а скинешь ссылочку попозже тогда в чате обязательно конечно можно тоже Виталий спасибо большое очень крутой вообще прям спич я просто спортом сам и смотрю и увлекаюсь слушай дико интересно твое мнение относительно трех там ну допустим топ-3 там топ-5 самых востребованных сервисов которые сейчас существуют в спортивной индустрии ну на твой взгляд онлайн сервисов или на стадионе на стадионе онлайн не принципиально на самом деле хороший вопрос загнали меня в угол потому что смотря с какой точки зрения посмотреть давай со стороны стадиона допустим вот когда человек приходит на стадион самое востребованное это что просто я смотрю на стадион клиент ходит за эмоциями ну то есть в эту сторону да клиент ходит да на стадион клиент ходит за эмоциями другое дело что в России в принципе поход на стадион в журнале Forbes была уникальная статья и там стата была в России поход на стадион похож на экстремальный туризм я могу привести пример на Альянс Арену когда выезжаю я был в Мюнхене ты выезжаешь на Альянс Арену тебе показывают погоду пробки ты приезжаешь на стадион ты проходишь по лицу ты можешь приложить мобильное приложение QR-код ты не стоишь в очереди потому что мне приходят дополнительные баллы если я приду за час кто работает с стадионами все знают что важно сделать разгрузку да там за два часа за один час потому что стадион 50 тысяч если придут за полчаса будет давка и клубы в этом плане очень сильно в Америке и в Европе прорабатывают чтобы приходили кто-то за три часа им начисляет баллы пощает мотивацию делают кто-то за два часа таким образом распределяется поток и мои впечатления о походе на стадион разное одно дело когда я приезжаю покупая билеты мне предлагают докупить место на парковку заезжая на парковку автоматически распознается мой номер и я проезжаю и другое дело когда я приезжаю на парковку а там стоит охранник которому нужно пихнуть в руки сотку и потом на выходе он отдаст тебе код ну то есть это очень важный аспект естественно клиентский сервис сервис и эмоции это то зачем приходит клиент на стадион наверное так виталия продолжаю вопрос сергея просто интересно есть ли такой сервис или нет что у болельщиков на телефоне скачивается приложение они бы поднимали свой телефон и грубо говоря по картинкам трибуна была переливалась какими-то цветами то есть как делают с этими флагами еще с чем-то или встают вону такая история была на самом деле это как бы далеко не самое крутое что делали в мобильных приложениях даже мы будем в этом сезоне делать хотя в принципе не стремились к такому функционалу в мобильном приложении добавляется да и он просто в сигнале синхронизируется под музыку у нас например в матчдэе была синхронизация медиакуба с барабаном то есть там выступает группа человек барабанит под музыку и собственно это синхронизируется с картинкой на кубе и конечно интеграция между медиакубом и мобильным приложением это очень важная часть люди хотят эмоции они хотят вовлеченности и они хотят переживать это когда ты сидишь за телевизором этого не хватает вот этих вот эмоций которые заводят поэтому те кто занимается платформой они пытаются это по максимуму этот опыт подарить но невозможно передать эмоции это то что передается когда ты находишься в этой среде спорт это в первую очередь вот это вот социальное чувство чувство что ты принадлежишь что ты вместе с командой ты не думаешь о том сколько они зарабатывают как они играют ты просто переживаешь этот момент вот что такое спорт поэтому люди и ходят на арену и собственно наша задача наша цель в первую очередь создать условия на арене такие чтобы люди ходили на них с удовольствием не испытывали дискомфорта Георгий а может быть прокомментируйте тоже со стороны там ну наверное вы можете оценить проекретирование ВТБ арены и какие-то технологические там решения а что вот может быть отнесено к рассказу Виталия то есть какие-то есть технологии которые поддерживают этот экспириенс ВТБ арены ну у нас поймите что мы это все-таки площадка а у нас есть футбольный клуб хоккейный клуб мы совместно с хоккейным клубом проводим различные продвижения например мы не стали пока экспериментировать с мобильным приложением но было несколько матчей на которых на все кресла разложили специальные гаджеты которые могли гореть несколькими цветами централизованно управляемыми и в итоге удалось получить обалденное шоу на ледовой площадке когда все места раскрашивались в определенные цвета строго в заданном порядке все под музыку делалось плюс активно стараемся применять проекторы на ледовую площадку то есть за определенное время до начала матча в хоккейного проводится шоу там 10-15 иногда 20 минут по образу подобию канадских и американских шоу проектора на лед делают классную картинку все это под музыку все это вау-вау-вау все это транслируется на куб зрители довольны действительно все клубы стараются завлечь гораздо раньше например футбольный клуб регулярно проводит шоу барабанщиков там развлекательные моменты мы договорились с активом болельщиков что выставляем им колонки для организации поддержки во время футбольного матча но условия чтобы никакого матча там не было хотя хотя иногда проскальзывает тем не менее стараемся развиваться двигаться поэтому никогда никогда не будет перехода больших матчей в такое виртуальное пространство это должно быть совместное шоу на больших площадках и как вы оцениваете тогда теперь изменится бизнес этих площадок либо скоро восстановится либо что-то поменяется там рассадка через одного через двоих скорее всего будет какая-то рассадка например перед самым карантином когда в Москве ввели ограничение в пять тысяч у нас должен был быть концерт Тиля Линдемана было продано 10 тысяч билетов что делать закон пришел договорили с организаторами что будет два концерта и распилили с большим трудом но распилили людей на две части один концерт дневной один концерт вечерний мы в итоге все довольны все рады были мы провели мероприятие наверное если опять же еще раз повторю мы площадка как организатор скажет так и будем делать например нам пришло письмо от РПЛ РФС что ребята готовьтесь 21 числа будет воздомлен турнир поэтому сейчас у нас всех отзывают с понедельника мы все выходим на работу и будем готовить стадион к проведению матчей как будет проводить вы читаете вопросы ой я кого-то перебил можно да вопрос на злобу дня у меня к Виталию смотрите на сегодняшний момент как раз очень важен спорт и спорт как реабилитация и вот что-нибудь в этом направлении продвигается взаимодействие с врачами по правильным профессиональным упражнениям то есть понятно что это не любой спорт и нужны какие-то приложения и вот мы бы с удовольствием этим опытом воспользовались спорт как реабилитация ну это наверное касается больше не профессионального спорта а спорта для себя я там говорил про фиттех индустрию если вы про это наверное да или я не совсем правильно понял но смотрите есть люди которые переболели и обязательно дыхательные упражнения но в интернете там прям таких специализированных я пока не видела вот что-нибудь в этом ключе есть ли какие-то подвижки или просто не мыслили в эту сторону смотрите ну как бы история между профессиональным спортом и спортом для себя и это нужно всегда отличать потому что конечно там профессионалы врачи работают но все-таки профессиональный спорт он про то чтобы превозмогать себя он про то как добиться определенных физических нагрузок выдерживать их достижений физических и так далее что касается реабилитации то тут есть я вот даже сам не скажу сейчас точно на память но я натыкался на пару приложений которые как раз в этом ориентировались тут нет другого там другой рекомендации кроме как смотреть обзоры и выискивать наверное наиболее экспертное потому что ну мы с вами понимаем что даже среди хороших есть те где например не будут под вас попадать и так далее я бы исследовал с этой точки зрения но я всячески не рекомендую обращаться там в этом плане даже не обращаться а ориентироваться на профессиональный спорт проблема многих любителей тех кто занимается для себя да кто ходит в зал они говорят я буду вкалывать так же как в профессиональном спорте но это невозможно невозможно так вкалывать потому что люди с детства занимаются и живут этим они привыкли к этим нагрузкам но это так наверное не ответ там в том числе и для профессиональных спортсменов наверное это как-то касается то есть тема реабилитация она чуть шире поэтому но я поняла ответ спасибо большое последний вопрос который Виталий вы подметили как то что которое ответить в интернете происходят ли какие-то тренировки или используется виртуальная реальность как инструментарий для спортсменов сейчас хороший вопрос на самом деле я просто точно помню что я видел пару кейсов с дополненной реальностью в гольфе были сейчас очень активно используется также VR в индивидуальных занятиях на велотренажерах когда собирается группа пилотон люди садятся либо ты дома и у тебя там на телевизор но это не используется в виртуальной реальность это скорее дополненная реальность даже больше виртуальная реальность все-таки это больше развлекательный контент и дополненная реальность тоже больше развлекательный контент это чаще всего используется как история больше маркетинговая больше пиар нежели прикладная для меня наиболее распространенный кейс дополненной реальности это все-таки маркетинговый на Альянс-арене когда ты фотографируешь свое селфи у тебя сразу футболка Баварии Мюнхен рядом талисман ты это шаришь в соцсеть либо ты наводишь например на медиакуб изложи и у тебя показывается развернута статистика матча ну то есть такие кейсы все-таки в спорте но сейчас во всяком случае пока ничего не приходит в голову честно я всем посоветую еще раз мы с женой купили нинтендо и там есть приложение фитнес-боксинг она показывает тебе справа и слева когда ты делаешь удары какой и когда нужно пригнуться за 15-минутную тренировку между встречами вот так у телевизора ты очень даже неплохо тренируешься и там куча разной такой фигни я прям очень советую и игровой механика есть классно согласен да вот этот кейс он очень крутой не совсем про VR все-таки не совсем про VR да в этом плане это очень крутая штука и вторая история извините не мог не поделиться ты привел вот эти акции пелотона вы знаете это уже на правах нас не так много уже участников осталось и мы наверное сейчас переходим с этого момента прям в живую дискуссию и первое утро что-то спросим спросим у Петра задайте нам тему но пока вот подумайте на какой теме нам задать сейчас для обсуждения что было бы интересно с вашей точки зрения обсудить небольшая история я смотрю скандал сексистской рекламы тренажера пелотон думаю что за скандал смотрю рекламу значит начинается она с того я вам всем советую посмотреть мужчина закрывает глаза девушке выводит ее в зал и говорит дорогая вот я тебе дарю велотренажер как ты хотела ну там не как ты хотела просто дарю велотренажер и дальше она начинает просыпаться в 6 утра крутить стремиться к цели и там через год показывает ему видео как она шляг к цели и говорит дорогой спасибо тебе типа ну вот я типа прям превозмолвала себя и стала очень спортивной в этом плане я иду к жене говорю слушай Диан я что-то вообще ничего не понимаю почему это сексистское видео о чем вообще речь за что его хейтят он же подарил тренажер она стала заниматься она молодец а жена такая смотрит видео говорит да это еще какое сексистское видео какого хрена она дарит тренажер и просит заниматься потому что она должна сама это решить и я тоже долго над этим смеялся как бы как мотивировать людей как ну как это происходит но по акциям смотрю что они выросли у них продажи значит все-таки выросли после этого вот такую тему просто хотел задать очень интересную противоречивую могу прокомментировать тоже в этом плане на самом деле ну пилотон это вообще довольно такая скандальная компания сам по себе чем-то похоже на тесла в этом плане вообще я там говорил про то что сейчас социальный опрос был и люди конечно смотрят в первую очередь на то чем заниматься дома и кроме работы выделяют два факта самообразования и здоровье за собой это приходит в какой-то момент само по себе я там как-то в комментариях отвечал что есть кривая обучаемости да такая в виде клюшки когда поначалу замедление идет какого-то тренда потом резкий рост вверх и потом плато выходит на плато и потихоньку идет уже растет в этом направлении в принципе так везде поначалу ты этим не занимаешься спортом ты видишь что есть такой тренд ну ты как бы к нему относишься несерьезно потом тебя подхватывает и ты несешься в него погружаешься в него с головой а потом успокаиваешься и уже привыкаешь к этому это в принципе так во многих историях к трендах привыкает инновации тоже применяются поэтому я думаю что с тренажерами точно так же иногда ты покупаешь его на эмоциях спонтанная покупка он у тебя хранится там месяц два три случайно залезаешь второй раз третий проникаешься ну тут много факторов но обычно это именно так работает спасибо давайте мы сейчас плавно переходим в некую дискуссию я сейчас на каждый участник этой дискуссии сейчас может задать ориентируюсь на какой-то вопрос но я бы в первую очередь попросил рассказать свое мнение Петра Баранова на тему того ну то есть вы послушали наши рассказы вы послушали что здесь происходило а какой вот у вас как искусствоведа тема которая не озвучилась собственно здесь какой у вас взгляд на эту пандемию что она дает новый рост культуре новый скачок в этом ну или какой ваш взгляд вы знаете на самом деле самое страшное что произошло с музеями с художниками то что люди не могут увидеть да то что рисуют художники то что делают выставки в музеях и так далее и это изменилось буквально через три-четыре недели после начала пандемии мы в том числе и сделали несколько 3D выставок онлайн я могу сбросить ссылочку про 9 мая к победе да и некоторые другие вещи и в основном наоборот все переосмыслили что кроме того что вы придете к нам на выставку живем вы можете посмотреть это все в интернете очень многие сейчас сделали свои персональные сайты какие-то инстаграмы и так далее что для меня например очень важно потому что в 21 веке конечно не все придут даже в Третьяковскую галерею живя во всем мире и это наверное изменит вообще сознание художественного сообщества в целом да даже выставку которую мы сделали в заряде 9 мая мы ее полностью выложили онлайн по ней можно прогуляться пройтись и так далее а с точки зрения денег и экономики то конечно это ужасно потому что все культурные отрасли они только благодаря посещаемости выживают и работают да особенно музеи и здесь художник если не показал живьем что-то своему покупателю то он не может это продать то есть здесь большая проблема особенно когда сумма продаж у нас больше там 20-30 тысяч рублей это в основном уже не интернет да а художники стоимость произведения там и 100 тысяч и 200 тысяч рублей и выше вот поэтому к сожалению с одной точки зрения доходность упала у людей культуры и искусства а с другой стороны все изучили интернет как способ опублиализации культуры что я считаю очень важно вот мы кстати на предыдущем нашем этапе обсуждали у нас гараж был как гости просто как наводящий историю они приводили нам набор онлайн выставок онлайн искусства там вы знаете онлайн выставки это все хорошо но ты не можешь увидеть картинку онлайн все равно это небольшая недосказанность как будто бы твоя фотография получается с фумата это можно делать так как я не знаю школьный учебник популяризирует там три богатыря и так далее а уже качество живописи ты все равно должен посмотреть в той же Третьяковской галереи вот в этом есть нюанс конечно гараж может больше благодаря тому что это там актуальное искусство там технологии и так далее и вообще все что придумал и визуализирован именно в интернете конечно сейчас очень нарастает спрос и в общем-то художники которые работают именно из компьютерных игр например делают искусство им очень актуально сейчас выйти онлайн что и многие делают я кстати тоже очень много делаю онлайн и наши сайты начали прямо оживать я это заметил просто посещаемости за эти месяцы коллеги ну вот здесь про музеи можно я тоже скажу у меня есть много разных заказчиков музеев известных да московских и мы общаемся то есть они на самом деле сейчас увидели этот тренд что и увидели пользу да для этого значит история какая что люди могут сначала потому что всю трестяковскую галерею ее же не обойти вот за раз да они могут что-то посмотреть и составить какой-то топ своих произведений да любимых и уже понять там или например вот я планирую поездку куда-то за границу в какую-то галерею и тоже могу все это посмотреть онлайн создавить свой ну топ каких-то предметов искусства которые обязательно хочу посетить либо например делали историю за донейты то есть спектакль да идет если что касается театров например они собирают то есть дают в записи возможность людям посмотреть какой-то спектакль театральный либо постановку и безусловно цена меньше чем на билет но тем не менее она каким-то образом деньги какие-то получают то же самое за онлайн экскурсии здесь можно меньше сделать билет но зато со всего мира к тебе могут присоединиться люди на какую-то онлайн экскурсию сейчас это алмазный фонд и какие-то другие пушкинский музей делает ну то есть что-то стараются ну моя ремарка ну коллеги из Крок я слышал что Крок делал оцифровку Эрмитажа ну там с точки зрения да в Яре там был Эрмитаж то есть мы делали мультимедиу музея Зои Космодемьянской еще там пару музеев у нас не сильно значительно присутствует в портфолио речи не идет про с точки зрения Эрмитажа да про удаленные вещи да это точно присутствует с точки зрения Зои Космодемьянской там скорее развернут такой серьезный мультимедийный мультимедийная инфраструктура, которая позволяет внести такой значительный интерактив вообще в посещение музея. Прикольная штука очень-очень высокая. Куча обзоров там на YouTube есть, можно прям так посмотреть просто. Давайте попробуем тогда, сейчас вот мы ровно перевалили за 4 часа мероприятия, как мы не стараемся сжать это и сделать это компактней, но это действительно огромный объем, я надеюсь, что наши слушатели, зрители очень правильно тоже умеют смотреть, вы же понимаете, как все спикеры, как люди смотрят этот контент, они делают какие-то свои дела, и у них справа там на экране где-то это есть обсуждение. Вот фильтровать второй экран, это стала новейшая компетенция. Давайте попробуем тогда сжато с себя какое-то резюме того, что мы сегодня говорили, либо что сегодня поняли, либо что для вас важно, либо просто какой-то отдаленный совет. Давайте каждый попробуем что-то сказать какое-то напутствие и будем примерно завершать эту трансляцию. Ну, я думаю, что не стоит там как-то кому-то говорить. Вот, Сергей, у тебя пока включен микрофон, давай с тебя начнем тогда. Я хотел сказать всем, на самом деле, очень большое спасибо. Вот. Мне реально очень зашла тема со спортом. Мне очень понравилось то, что коллеги рассказывали про Эдж. я, несмотря на то, что постоянно участвую в том, что делает Люба так или иначе, извините, конечно, что я прям своего коллегу, но я не перестаю просто удивляться, насколько там за месяц мы смогли там ну, просто какой-то невероятный скачок в этом вопросе совершить. А не говоря о том, что в самом начале пути, когда только история с коронавирусом начиналась, мы очень быстро сориентировались, там подпрыгнули и Люба там организовал крутую работу. Вот. В целом, получилось обменяться мнениями. Мне было очень реально там интересно. Я, честно сказать, не очень часто посещаю подобные мероприятия, но кажется, что сейчас буду посещать больше, потому что есть очень много полезных инфиций. Большое человеческое спасибо. Я поддержу Сережу. Сережа, и тебе спасибо в том числе. Коллеги, благодаря совместной встрече, мне кажется, получилась реально такая большая картина того, что может с нами произойти. И мы выделили какие-то основные тренды и друг другу показали, где их сила, а где, может быть, нет. И у меня многие пазлы сложились, мероприятие получилось клево. Спасибо. Спасибо, коллеги. Андрей и Анна, вы очень активно участвуете сегодня. Никакое мнение. Что скажете? Спасибо. На самом деле интересно. Ну, понятно, что в некоторых местах динамики не хватает. Ну, или просто нам эти темы уже неинтересны. Вот спорт мне оказался интересен. Большое спасибо за то, что напомнили, что эта часть есть. Да. Про искусство мы тоже переживаем. Поживаем. К сожалению, действительно мало общего у картины и виртуальной реальности. Вот. Но тем не менее будем надеяться, что мы сейчас будем выкарабкиваться вот и друг другу помогать. Не знаю как, но попробуем. Да, на самом деле настрой позитивный. Всем большое спасибо за участие. Очень интересно было слушать всех вас. И спасибо большое нашим участникам метапа, кто с самого начала и до завершения с нами был и участвовал в дискуссии, отвечал на вопросы. Постарались как можно больше такого интерактива дать. Спасибо большое. Пётр, говорите что-то. А, это просто крутой знак. Но можете сказать тоже какую-то мысль с вашей стороны. Вы включаете на дискуссии, не так много времени что-то обсудить, но я предлагаю вам задать какую-то тему, спросить что-то нас, либо сказать еще какой-то общий взгляд на впутствие. Давайте поможем культуре после окончания коронавируса и каждый сходит в музей, кто нас смотрел и кто с нами участвует. Это точно. Я обещаю. Я с удовольствием. Без напутствия даже. Гиржитал-лидер проверит все. Потом, что все сходят. Писались, да. Уже у меня есть туду-лист, куда я побегу быстрее всего после окончания изоляции в музее, театре обязательно. Михаил, скажите что-то. Спасибо большое. Я первый раз участвую у вас на платформе. Очень интересно получилось. Все выступления очень интересные. Особенно, конечно, хотелось бы выделить азбуку вкуса, потому что тема очень живая, юзер-экспириенс. Мы видим со своей стороны такая тема, которая, наверное, в западной, в американской культуре постоянно обсуждается. Мы постоянно говорим о том, что это такой самый главный тренд. И самое интересное, что я довольно часто в своих презентациях вот эту кофейную тему тоже использовал. Поэтому было очень приятно увидеть, что тема находит отзыв и наши отечественные компании к этому подтягиваются. Также тема про спорт была для меня очень живая и интересная. Во-первых, потому что я сейчас страдаю без спорта. К сожалению, мой фитнес-клуб закрыт, площадка напротив подъезда опечатана. Я не знаю, схожу с ума. Вот, по крайней мере, поговорить про это очень интересно. Тем более с такими гостями, как Георгий, мы встречались собственно говоря с вами офлайн, обсуждали возможности цифровизации стадиона, в том числе с нашей помощью, проводили большую демонстрацию, показывали, как можно мобильную платформу организовать с помощью Арубы, как можно построить навигацию, high-density Wi-Fi. Ну и, собственно, Виталий поделился тем, что тоже тема цифровизации и приложения для спорта актуальна. Для нас это тоже очень такой живая тема, поэтому с удовольствием послушал. Спасибо большое всем. Спасибо, Михаил. Анатолий, что вы нового подчеркнули? Я тоже микрофон включен. Большое спасибо за приглашение. Первый раз участвую в мероприятии, поэтому чуть-чуть и стайлингом надо тренироваться. Ну и, наверное, соглашусь с тем, что тема, как это сделано и как это можно сделать, какие-то выгоды сулит, она на сегодняшний день выходит на второй план. Вот какие бывают вкусняшки со всего этого, как это классно все используется. Очень интересно было послушать некоторые. Хотя все-таки технические истории, например, как Хилл Пакар мне очень понравилась презентация. И, конечно, совершенно колоссально в отрыве от спорта, в отрыве от массовых спортивных мероприятий интересно послушать Виталию. Спасибо большое. Прямо вот когда рассказывается про телефоны, про кубы, такой эффект присутствия на этих мероприятиях был. И, конечно, интересно было ответы на вопросы по VR. Спасибо. Спасибо за то, что пригласили. Интересно было ждать свое еще. И, более того, с удовольствием послушал Виталию. Так, взбодрился и начал радоваться жизни. Хотя, с нетерпением жду спорта онлайн уже вживую после окончания всего этого. Спасибо всем здоровья. Вы заметили Виталий и как раз спасибо Анатолий за вашу историю. Я просто хотел сразу заметить, как Виталий такой достаточно бизнесовый человек, который хорошо разбирается в отрасли и начинает говорить по бизнесу с предопоказателями. Когда ты его спрашиваешь про что-то спорта, у него немножко переключается лицо, но спорт это преодоление себя, и в нем включается спортсмен с одной стороны. Это очень интересное дополнение. Наверное, многие подметили про вас, Виталий. Слушай, Леша, есть объяснение. Хотел до полночи, одну секунду буквально. Вот Михаил сейчас говорил про то, что очень страдает без фитнеса. Мне Nike не доплачивает абсолютно, то есть это не реклама. Я просто пару недель назад проникся историей с поиском приложения, там крепко погуглил эту тему. Есть отличное приложение Nike Training Club. Ну, просто какое-то невероятно космическое. Они, конечно, программа, ну, так как оно там условно бесплатное, но фактически оно абсолютно бесплатное. Я не знаю, за что там нужно платить. Вот. Сделали фантастические приложения и мне кажется, там лояльность к бренду это повышает невероятно. Вот. В целом, там очень круто все сделано. Так что, если некуда выйти и все закрыли, очень рекомендую. Классная тема, занятие 30-40 минут, потом напряжение чувствуется, поэтому можно использовать. Виталий, извиняюсь. Ну, Nike клевое приложение, у них еще Nike Run Club, но это хорошее место, откуда начать вообще заниматься спортом, на самом деле, если до этого там нет глубоких знаний, там хорошие преддаются методики. Так, я еще скину все-таки ссылку по World Class и всем рекомендую. Мне, кстати, тоже World Class не доплачивают, просто я настолько вдохновился их семинаром, что их набором упражнений, что, конечно, рекомендую всем. Георгий, тоже что-то подметите про спорт. Спорт, видите, тема очень актуальна со всех сторон. Не, ну, коллеги, спорт никуда не уйдет, он был, есть и будет именно массовый вопрятие. я не беру фитнес-центр. Наверное, да, здесь будет какая-то реорганизация с уходом в некую виртуализацию, не спорю, возможно, будет там что-то 3D, что-то дополнена реальность, а большие мероприятия, они будут всегда, но мы не только спортивный объект, у нас в прошлом году было 106 мероприятий, причем мы даже умудрились один раз провести и футбольные и концерты в один день. Это был, конечно, потрясающий опыт, навряд ли в условиях пандемии ограничения мы сможем такое провести, но я думаю, по-любому спорт из арен не уйдет, иначе он умрет. Не будет хоккея, не будет футбола без зрителя, потому что это, ну, зритель нужен. Играть при пустых трибунах это бессмысленно. Наверное, я с вами согласен, для всех тогда у меня хотелось бы сказать несколько слов. Ну, во-первых, ну, Дарас, чуть не оговорился вообще, но продолжу тогда уж. Организаторам большое спасибо, с нами есть на связи мои коллеги, которые непрерывно что-то поддерживают, скидывают в чат, помогают переключаться, кто-то открывает отдельный компьютер с презентациями, спасибо им огромное, думаю, что вы слышите, вы огромные молодцы, но вообще сообщение было ко всем спикерам, коллеги, если у вас есть там, нет никаких к этому противоречий, покидайте сейчас в чате к своей контакте, ну, какие-то там ссылки на Facebook, что-то еще, чем вы можете поделиться, если наши там аудитории либо те, кто будет потом просматривать запись, там, им будет интересно, они смогли перейти с вами там познакомиться, что-то спросить. Ну, а мы начинаем завершать это мероприятие, хочется сказать, что это там не первое, не последнее мероприятие, буквально уже 18 июня, мы ждем на следующую такую сессию 18-19 июня там будет еще насыщеннее программы, поэтому мы ее разводим на два дня, чтобы немножечко передохнуть, там, наверное, надо будет уже подключаться точечно к каким-то секциям, обязательно-то приглашаем, будет очень интересно. А что касается этого мероприятия, то есть еще раз вам спасибо большое за такие разные точки зрения, но хочется верить и кажется, что все это понимают, что мир вернется в прежнее состояние, мир вернется к нормальным вещам, однако сейчас такое время, когда нужно извлечь максимально уроков, потому что второй раз там учиться таким способом не хочется, а научиться нужно чему-то классному. И надеюсь, что сегодняшнее мероприятие помогло нам сделать именно это, посмотреть разные точки зрения из разных мест и чему-то научиться. Спасибо всем большое, будем с вами, ваш Digital Leader. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всем счастливо. Не забудьте поставить оценку, вот сейчас появился опрос, не так быстро отключайтесь, поставьте оценку мероприятию, нам будет очень это важно. Спасибо большое. Пока-пока. Спасибо. Всем пока. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok